Борис Кригер. Звездная система Сириуса. Астрофизические параметры системы Сириус. Мы больше не смотрим на звезды. Во-первых, в городах они почти не видны, слишком много искусственного света. Во-вторых, мы слишком много времени проводим, уставившись в свои гаджеты. В-третьих, у нас нет времени на всякие глупости, не так ли? Если бы не беспокойные чудаки-астрономы, мы бы и вовсе забыли о существовании звезд. Именно они периодически врываются в нервный поток новостей с малопонятными открытиями, от которых большинству из нас ни жарко, ни холодно. Современный мир с его технологиями и повседневной суетой зачастую лишает нас простых радостей жизни, таких как наблюдение за звездами. Городской свет и перегруженность информации действительно могут помешать нам ощутить связь со Вселенной. Однако астрономия и изучение звездного неба все еще остаются важной частью нашей науки и культуры. Астрономы и другие ученые продолжают исследовать космос, открывать новые звезды, планеты и галактики, раскрывать тайны Вселенной. Это помогает нам лучше понимать, в каком мире мы живем и какие законы управляют Вселенной. Может быть стоит иногда отрываться от своих гаджетов и уделять время наблюдению за звездами, находить в этом умиротворение и вдохновение. Звездное небо над головой всегда незримо присутствует и спокойно наблюдает над нашей несносной суетой. Наблюдение за звездами и космосом может сильно изменить наше восприятие мира и наше место в нем. Осознание бескрайности просторов Вселенной и невероятного числа звезд и галактик может помочь увидеть более панорамную картину бытия, в контексте которой многие повседневные проблемы и заботы покажутся не такими значительными. Это также способствует развитию смирения, уважения к природе и всему сущему, а также более глубокому и обдуманному подходу к жизни. Изучение астрономии и космоса часто напоминает о том, что мы все часть чего-то гораздо неизмеримо большего, и что у нас есть возможность внести свой вклад в понимание и сохранение нашего крошечного мира во Вселенной. Хорошим выбором для начала наблюдений может стать, например, горделивый Сириус, являющийся самой яркой звездой ночного неба. Сириус находится в созвездии Большого Пса и легко узнаваем. Выдающаяся яркость Сириуса в большой степени обусловлена близостью к Земле. Всего в 8,6 световых лет, что означает, что свет оттуда летит до нас со скоростью около 300 тысяч километров в секунду или около 1 миллиарда километров в час, и при этом путь световых волн длится 8,6 световых лет. Светимость Сириуса в 25 раз превышает светимость Солнца, что также способствует его исключительной видимости с Земли. Хотя светимость Сириуса и велика, существуют звезды с гораздо большей светимостью, чем Сириус. Однако, из-за их большего удаления от Земли, или из-за того, что их свет блокируется космической пылью и другими объектами, они не кажутся такими яркими, как Сириус, когда мы наблюдаем их с Земли. Для того, чтобы найти Сириус на ночном небе, сначала определите, где находится юг, так как в северном полушарии Сириус преимущественно будет находиться в этом направлении. Поднимите глаза к небу и найдите созвездие Ориона, которое служит отличным ориентиром благодаря своему характерному ряду из трех ярких звезд, образующих пояс Ориона. Следуйте взглядом вниз и влево, от этого пояса, продлевая линию, и вы увидите самую яркую звезду. Это и будет Сириус, находящийся в созвездии Большого Пса. Лучше всего искать Сириус в зимние месяцы, когда он является одной из самых ярко светящихся звезд и находится достаточно высоко над горизонтом. Если у вас есть возможность использовать мобильное приложение для наблюдения звезд, это также может облегчить поиск Сириуса, помогая точно определить его положение на небе в реальном времени, исходя из вашего текущего местоположения. В созвездии Большого Пса, помимо известного Сириуса, есть и другие яркие звезды, которые вместе формируют уникальную картину на ночном небе. Сириус и Венера являются двумя яркими объектами на небесном своде, но есть ряд характеристик, помогающих их различить. Сириус со звездной величиной минус 1,46 обычно мерцает, проявляя различные цвета из-за атмосферной дифракции, в том числе оттенки синего. Его можно найти в созвездии Большого Пса, и он виден в разных частях неба в разное время года и ночи. В Венера же планета, близкая к Солнцу, светит ярче Сириуса белым светом и имеет звездную величину от минус 4,9 до минус 3. Она часто видна либо на востоке перед рассветом, либо на западе после заката, и из-за этой особенности ее часто называют вечерней или утренней звездой. Венера никогда не уходит далеко от горизонта и всегда находится близко к Солнцу. Итак, обращая внимание на местоположение объекта относительно Солнца и горизонта, а также на время наблюдения и цвет свечения, можно легко различить Сириус и Венеру. Сириус известен как двойная звезда или двойная система, состоящая из звезды Сириус А, яркая звезда, которую мы видим невооруженным глазом, и Сириус Б, обозначаемая латинской буквой Б гораздо меньше и слабее – белый карлик. Открытие Сириуса как двойной системы произошло благодаря усилиям астрономов в 19 веке. Они заметили, что Сириус двигается в пространстве так, будто вращается вокруг некой точки, и предположили, что рядом с Сириусом А есть другая звезда, которая оказывает на нее гравитационное воздействие, и они обе вращаются вокруг общего центра масс. Центр масс – это точка, в которой можно считать, что сосредоточена вся масса объекта или система объектов для описания их движения. Другими словами, если бы вы могли удержать систему объектов за эту точку, то система оставалась бы в балансе и не качалась бы. Давайте рассмотрим пример с гирляндой из двух яблок, связанных веревкой. Если одно яблоко тяжелее другого, то центр масс гирлянды будет ближе к тяжелому яблоку. И если вы повесите гирлянду за эту точку, то гирлянда будет висеть ровно, не качаясь в разные стороны. В случае двойной звезды, такой как Сириус, обе звезды вращаются вокруг общего центра масс, а не того места, где находится каждая из звезд. Это помогает астрономам понимать движение звезд в двойных системах и других группах космических объектов. После были проведены дополнительные наблюдения и исследования, которые подтвердили, что Сириус действительно является двойной звездой. Расстояние между Сириусом А и Сириусом Б составляет в среднем примерно 20 астрономических единиц, Одна астрономическая единица – это среднее расстояние от Земли до Солнца, которое составляет около 149,6 миллионов километров. Но орбита Сириуса Б, вытянутая и в ближней точке, составляет расстояние до Сириуса А всего 8 астрономических единиц, а в дальней точке удаляется на 30 астрономических единиц. Таким образом, если Сириус А заменил бы Солнце, то Сириус Б в ближайшей точке своей орбиты находился бы где-то между орбитами Юпитера и Сатурна в нашей Солнечной системе, а в самой дальней точке – примерно на том же расстоянии, что и Нептун от Солнца. Среднее же расстояние составляло бы где-то радиус орбиты Урана, расположенного в среднем на расстоянии около 19-20 астрономических единиц от Солнца. Несмотря на то, что Сириус А не так уж далеко от нас, он гораздо горячее и ярче Солнца. Эта звезда бело-голубого цвета, что говорит о ее высокой температуре. Звезды светят разными цветами, что связано с температурой их поверхности. Горячие звезды обычно светятся голубым или белым светом, потому что высокая температура приводит к излучению в более коротких, голубых волнах. Напротив, более холодные звезды чаще всего кажутся красными, поскольку они излучают свет в более длинных, красных волнах. Температуру поверхности звезд измеряют в кельвинах. Ноль по этой шкале соответствует абсолютному нулю. Абсолютный ноль – это теоретическая температура, при которой тепловое движение частиц вещества полностью останавливается. С физической точки зрения это состояние, при котором энтропия и внутренняя энергия идеального кристалла достигают минимума. Абсолютный ноль соответствует температуре в ноль кельвинов, минус 273,15 градусов Цельсия. При этой температуре молекулы и атомы вещества перестают вибрировать, а тепловая энергия становится минимальной. Практически достижение абсолютного нуля невозможно, но ученые могут приближаться к этой температуре в контролируемых лабораторных условиях, позволяя изучать различные квантовые явления и свойства веществ в условиях экстремально низких температур. Большая часть космического пространства является вакуумом, где очень разреженное вещество, такое как атомы и частицы, находится при экстремально низких температурах, близких к абсолютному нулю. Это известно как космическая или межзвездная среда. Однако важно понимать, что температура в космосе может значительно варьироваться в зависимости от наличия источников тепла, таких как звезды, и от расстояния до этих источников. В межзвездном пространстве, далеко от звезд, температура действительно может быть очень низкой, ориентировочно 2,7 Кельвина, что является температурой космического микроволнового фона, остаточного так называемого реликтового излучения, оставшегося, как считается, от начала Вселенной, от Большого взрыва. Тем не менее, вблизи звезд и других астрономических объектов, излучающих тепло, температура будет значительно выше, из-за их теплового излучения. Цвет света, длина волны и температура тесно связаны друг с другом и подчиняются определенным физическим законам и принципам, таким как законы черного тела и волновой оптики. Рассмотрим, например, такие явления, как огонь свечи, радугу и цвет звезд. Огонь свечи излучает теплый, красновато-оранжевый свет, потому что его температура составляет около 1000-1500 Кельвинов. Такой цвет света соответствует длинноволновому концу спектра. Радуга является последовательностью цветов от красного до фиолетового, упорядоченных по увеличению длины волны. Красный цвет имеет более длинные волны, а фиолетовый – более короткие. Цвет звезд также определяется температурой их поверхности. Горячие звезды с высокой поверхностной температурой излучают свет, смещенный к голубому или ультрафиолетовому концу спектра, что указывает на более короткие длины волн. В отличие от них, более холодные звезды излучают свет красного спектра с более длинными волнами. Все эти явления объединены общими принципами физики, определяющими, как вещество излучает свет при различных температурах и как эти излучения воспринимаются нами в форме различных цветов. Наше Солнце – пример звезды средней температуры, и оно излучает яркий желтый свет. Это потому, что температура его поверхности или фотосферы находится где-то между температурой горячих голубых звезд и относительно холодных красных звезд. Температура поверхности Солнца составляет примерно 5778 кельвинов. Горячие голубые звезды имеют температуры поверхности от 20000 до 50000 кельвинов, в то время как относительно холодные красные звезды имеют температуры от 2500 до 5000 кельвинов. Таким образом, излучая цвет звезд, астрономы могут определить, насколько горячей или холодной является поверхность звезды, что в свою очередь может рассказать многое о ее характеристиках и стадии жизненного цикла. Температура поверхности Сириуса А составляет примерно 9900 кельвинов. Это делает ее значительно горячее, чем наше Солнце. Строение Сириуса А довольно простое, как и у большинства звезд. В его ядре происходят ядерные реакции, в ходе которых водород превращается в гелий, высвобождая огромное количество энергии в виде света и тепла. Эти реакции подобны тем, что происходит в ядре нашего Солнца, но они идут с большей интенсивностью из-за большей массы Сириуса А. Состав Сириуса А также напоминает состав Солнца. Он состоит в основном из водорода и гелия, но также содержит и другие элементы, такие как кислород, углерод и азот, которые присутствуют и в Солнце, но в меньших количествах. Примечательно, что астрономы называют металлами все химические элементы, кроме водорода и гелия. Это связано с тем, что водород и гелий, ну и немного лития, составляют основную часть материалов во Вселенной, и они присутствовали с самого начала, в то время как все остальные элементы, включая кислород, углерод и азот, образовались позже в звездах. В процессе ядерного синтеза, который происходит в ядрах звезд при экстремально высоких температурах и давлении, легкие элементы, такие как водород, объединяются, образуя более тяжелые элементы. Эти более тяжелые элементы могут затем быть выброшены в космос в результате взрывов звезд, сверхновых, и стать частью новых звезд и планет, а также других космических объектов, включая нашу Землю и нас самих. Металличность в астрономии – это термин, который описывает содержание этих металлов или элементов, кроме водорода и гелия, в звезде или другом астрономическом объекте. Этот параметр помогает астрономам понять, насколько старым является астрономический объект и каковы его происхождения и история. Смешно, но этот термин стал важным инструментом в руках астрономов для изучения Вселенной. Сириус-А – это своего рода усиленная версия нашего Солнца. Как говорит молодежь, Солнце на стероидах или Солнце на максималках – больше, горячее и ярче. Эта звезда является одним из самых важных объектов в астрономических исследованиях. Сириус-Б – удивительный компаньон звезды Сириус-А, который относится к категории белых карликов. Этот маленький, но невероятно плотный объект в некотором смысле является противоположностью нашему Солнцу. Представьте, что у вас есть объект массой чуть меньше Солнца, но при этом его размеры сопоставимы всего лишь с размерами Земли. Температура поверхности Сириуса-Б очень высока и составляет приблизительно 25 тысяч кельвинов. Если бы мы могли приблизиться к Сириусу-Б, мы бы увидели, что несмотря на его небольшой размер, он невероятно горяч и светит белым светом, хотя и не так ярко, как его сосед Сириус-А или наше Солнце. Свет, который излучает этот белый карлик, в основном находится в ультрафиолетовом диапазоне, и благодаря этому он кажется белым. В отличие от Солнца, Сириус-Б завершил основной этап своей жизни и теперь находится на стадии белого карлика. Это означает, что ядерные реакции в его ядре прекратились, и звезда теперь очень медленно охлаждается и сжимается. Сравнивая с Солнцем, Сириус-Б это как пожилой мудрец среди звезд, переживший многие этапы своей жизни и теперь переходящий в спокойный период затухания. Все его бурные ядерные процессы уже позади, в отличие от нашего Солнца, которое все еще находится в расцвете своей активности. Однако, несмотря на свой пожилой статус, Сириус-Б совсем не обязательно старше нашего Солнца в плане фактического возраста. Более массивные звезды, такие как та, которой когда-то был Сириус-Б, проходят через свои жизненные стадии быстрее, потому что они израсходуют свои ядерные топливные запасы гораздо быстрее, чем менее массивные звезды, такие как Солнце. Таким образом, Сириус-Б мог стать белым карликом после сравнительно короткой, но бурной жизни, в то время как наше Солнце еще не закончило свою основную жизненную стадию, в которой оно находится уже около 4,5 миллиардов лет и, по прогнозам, продержится примерно еще 5 миллиардов лет. Система Сириуса устроена довольно удивительно и отличается от нашей Солнечной системы. Сириус-А и Сириус-Б вращаются вокруг общего центра масс, создавая динамичный и зрелищный космический танец. Давайте сравним это с парами танцоров. Представьте, что Сириус-А это большой и сильный танцор, а Сириус-Б – маленький, но очень быстрый и ловкий партнер. Они кружатся вокруг общей точки, не касаясь друг друга, поддерживая невероятный баланс и гармонию в своем движении. Такой танец напоминает орбитальное движение планет вокруг Солнца, но с одним значительным отличием. В нашей Солнечной системе планеты вращаются вокруг Солнца, которая почти неподвижно находится в центре. В то время как в системе Сириус обе звезды активно участвуют в движении. Эта динамика вращения Сириуса-А и Б делает их систему уникальной. Из-за разницы в массе Сириус-Б движется по более длинной и вытянутой орбите, чем его массивный спутник. Этот сложный космический балет можно увидеть из нашей Солнечной системы, и он продолжает привлекать внимание астрономов своей уникальной динамикой и необычной структурой. Спектроскопия Сириуса дает нам возможность заглянуть глубже, раскрыв тайны этой удивительной звездной системы, используя свет, который она излучает. В спектроскопии мы часто сталкиваемся с двумя ключевыми типами спектральных линий. Линиями поглощения и линиями испускания. Линии поглощения формируются, когда свет от звезды или другого яркого источника проходит через холодный газ или атмосферу. Атомы в этом газе поглощают фотоны на определенных длинных волн, соответствующих переходам электронов между различными энергетическими уровнями. В результате на спектрограмме эти длинные волн отображаются как темные линии на фоне непрерывного спектра, указывающие на то, что свет в этих областях был поглощен. Линии испускания напротив образуются в газах, которые самостоятельно излучают свет, когда нагреваются. В этом случае атомы в газе испускают фотоны при возвращении электронов с более высоких энергетических уровней, на более низкие. Эти фотоны отображаются как яркие линии на спектрограмме, визуализируя длины волн света, которые были испущены. Таким образом, спектроскопия позволяет нам читать свет, который поглощен и испущен различными атомами, и узнавать о физических и химических свойствах, наблюдаемых в космосе материалов. Сравнив Сириус с Солнцем, можно представить, что каждая звезда имеет свой уникальный отпечаток пальца в виде спектра. Это как если бы Солнце носило ярко-желтый наряд, показывая свои теплые и яркие тона, в то время как Сириус одет в сверкающее бело-голубое платье, демонстрируя свою высокую температуру и энергетическую активность. Спектроскопия позволяет нам раскодировать этот свет, идентифицировать элементы, присутствующие в атмосфере звезд и понять физические процессы, которые происходят в них. Методы спектроскопии, применяемые к Сириусу, аналогичны тем, что используются для изучения Солнца, но адаптированы для наблюдения звезды, которая значительно отличается по своим характеристикам. Наблюдения Сириуса через спектроскопию раскрывают удивительные детали о его составе, атмосфере и магнитных полях, помогая астрономам лучше понять, как устроена и как работает эта звезда в сравнении с нашим домашним светилом Солнцем. Гравитационное влияние Сириуса на свою систему можно сравнить с силой, мягко направляющей и управляющей хороводом танцующих звезд. В нашей Солнечной системе Солнце играет роль главного дирижера, его масса и гравитация удерживают планеты на орбитах, подобно тому, как магнит притягивает к себе металлические предметы. Сириус-Б, несмотря на свою относительно маленькую размерность, обладает удивительно сильной гравитацией из-за своей высокой плотности. Этот белый карлик воздействует на Сириуса-А и возможные другие объекты в этой системе, управляя их движением. Если сравнить Сириус-Б с Солнцем, то это будет похоже на сравнение маленького, но мощного магнита с большим и ярким. Сириус-Б оказывает гравитационное давление, которое влияет на орбиты и движение объектов вокруг него, даже несмотря на то, что его размер гораздо меньше размера Солнца. Таким образом, гравитационное влияние Сириуса-Б играет ключевую роль в динамике и структуре этой звездной системы, демонстрируя, что даже маленькие объекты во Вселенной могут оказывать мощное воздействие на свою окружающую среду. Экзопланеты в системе Сириуса пока не открыты и ждут своего часа, чтобы показать себя ученым. Этот поиск напоминает охоту за сокровищами. Астрономы, вооружившись самыми современными телескопами и технологиями, исследуют систему Сириуса в надежде найти новые миры. В нашей Солнечной системе планеты являются яркими объектами и доступны для нашего взора и исследований, и каждая из них уникальна и особенно по-своему. В детстве я любил читать книгу о планетах нашей Солнечной системы, напечатанной в 50-е годы 20 века. Там рассказывались фантазии о джунглях на Венере и каналах на Марсе, ведь книга была напечатана до эры космических полетов. Мне до сих пор обидно, как меня обманули несносные фантазеры-авторы. Например, как оказалось, у нас есть адски горячая Венера, красная холодная пустыня Марса и гигантский газовый Юпитер, каждый из которых рассказывает свою уникальную историю о процессах и условиях в Солнечной системе. Поиск экзопланет в системе Сириуса сложнее из-за большого расстояния и яркости самой звезды Сириуса А, которая как ярчайший прожектор ослепляет наш взгляд, делая сложнее увидеть потенциальные планеты, вращающиеся вокруг нее или Сириуса Б или их обоих. Это как пытаться разглядеть маленькие и тусклые предметы вблизи яркого фонаря. Ученые продолжают исследования, используя различные методы и технологии, в надежде найти эти неизведанные миры в системе Сириуса, и каждое новое открытие или наблюдение помогает нам лучше понять, как устроена Вселенная и какие удивительные и разнообразные миры она может скрывать. Система Сириуса, как мистический персонаж эпической саги, прошла через многие этапы своей жизни, каждый из которых добавил уникальные черты в ее портрет. Рассказ о ее эволюции – это история о преобразованиях, адаптации и выживании в изменчивом и порой безжалостном космическом театре. Если авторам до космической эры было позволено помечтать, давайте так же поступим и мы. В звездной системе Сириуса мы можем встретить удивительный спектр потенциальных планет, о которых мы пока только можем мечтать. Возможно, среди них окажутся газовые гиганты, напоминающие Юпитер или Сатурн, обладающие массивными атмосферами и впечатляющими кольцевыми системами. Некоторые планеты могут оказаться водными гигантами с огромными океанами и атмосферой, богатой водяными парами, метаном и аммиаком. Землеподобные планеты также могут нас ждать там, предлагая условия, пригодные для жизни, с умеренными климатическими условиями и поверхностной водой. Горячие, пылающие планеты, находящиеся близко к Сириусу, вероятно, будут покрыты раскаленными вулканическими пейзажами, а на дальних орбитах от звезды могут находиться ледяные миры, замерзшие и жестокие. Наконец, мы можем столкнуться с экзотическими планетами, которые вызовут наше удивление своими уникальными и необычными характеристиками, возможно, даже предложив невиданные формы жизни и совершенно новые миры для изучения. В системе Сириуса потенциальная жизнь, вероятно, приспособилась бы к уникальным условиям этой звездной системы. Рассмотрим, например, планету на орбите вокруг Сириуса А. Из-за другого спектрального состава света, растения на такой планете могли бы иметь голубые или фиолетовые пигменты для более эффективного фотосинтеза, поглощая интенсивный и горячий свет этой звезды. Цвет неба на такой планете также был бы другим, завися от состава атмосферы и размера атмосферных частиц. Если бы атмосфера содержала азот и кислород, как на Земле, небо было бы синим, но другие газы и частицы могли бы придать небу другой оттенок. Возможность существования различных форм жизни от простейших микроорганизмов до более сложных организмов, включая экстремофилов, которые могут выживать в условиях экстремальных температур или радиации, также стоит рассмотреть. Развитие интеллектуальной жизни, способной создать свою технологию, культуру и общество, потребовало бы специфических условий и значительного времени. Такие разумные существа могли бы разработать уникальные адаптации и технологические решения, обусловленные спецификой их окружающей среды. При создании гипотез о возможной жизни в системе Сириуса, следует помнить, что наши предположения основаны на земных концепциях биологии, и реальные формы жизни в космосе могут оказаться невероятно разнообразными и удивительными. Эти гипотетические сценарии позволяют нам мечтать о будущих открытиях и исследованиях в звездной системе Сириуса. Звездная система Сириуса еще достаточно молода, и ее бурное прошлое и возможное будущее добавляют интриги в ее изучение. Бурные процессы, такие как мощные солнечные вспышки и столкновения астероидов, могли сформировать уникальные условия на потенциальных планетах этой системы. Сириус, будучи очень яркой и горячей двойной звездой, скорее всего оказывает сильное влияние на свою окружающую среду, что может создавать экстремальные условия на соседних планетах. Такие условия могут включать высокие температуры, интенсивное ультрафиолетовое излучение и сильные солнечные ветры, которые могут сильно влиять на атмосферу и поверхность планет, а также на потенциальные формы жизни. Однако, несмотря на бурное прошлое и настоящее, в будущем, по мере того, как звезда и ее система будут стареть и устаканиваться, условия могут стать более спокойными и умеренными, открывая новые возможности для развития и адаптации жизни. При этом мы должны учитывать, что даже в экстремальных условиях возможно существование жизни, адаптированной к высоким температурам, радиации и другим сложным условиям. Это позволяет сохранять надежду на обнаружение удивительных и необычных миров в системе Сириуса в будущем. В давние времена систему Сириуса можно было увидеть в небе, сияющей еще более ярко и могуче в своей первоначальной молодости, но в те времена люди еще не появились на Земле. Перед тем, как динозавры зародились на Земле, что произошло примерно 230 миллионов лет назад, Сириус, скорее всего, выглядел иначе, чем сегодня. Тогда Сириус Б был, вероятно, не белым карликом, как сейчас, а звездой более массивной и яркой, чем наше Солнце. Сириус Б, как белый карлик, на самом деле прошел через свои основные стадии звездной эволюции быстрее, чем Сириус А. Это указывает на то, что Сириус Б изначально был более массивной звездой. Более массивные звезды тратят свое ядерное топливо быстрее, тем самым проходя через стадии своей жизни быстрее. Изначально Сириус Б мог быть звездой, которая была гораздо более яркой. Однако после того, как он израсходовал большую часть своего топлива, он прошел через стадию красного гиганта и в конечном итоге стал белым карликом, оставив свою оболочку и сохраняя только горячее плотное ядро. С другой стороны, Сириус А до сих пор находится на стадии так называемой главной последовательности и продолжает сиять ярко, так как он меньше массой, чем когда-то был Сириус Б и тратит свое ядерное топливо медленнее. Таким образом, в небе земного прошлого система Сириуса могла сиять как яркий двойной звездный объект. Сириус Б, будучи на этапе главной последовательности, излучал бы много света и тепла, делая систему Сириуса еще более яркой и заметной в ночном небе. Сириус А, который и сейчас является одной из самых ярких звезд в небе, был бы еще ярче и крупнее в юности. Вместе они создавали бы удивительно яркое и динамичное звездное шоу в небе древней Земли. Это светило могло быть важным ориентиром для древних живых организмов и, возможно, даже влиять на их естественные ритмы и поведение, так же как Солнце и Луна влияют на жизнь на Земле сегодня. Поскольку Сириус А и Сириус Б достаточно близки друг к другу с Земли, они выглядели бы как одна очень яркая звезда. Это слияние визуальных образов двух звезд в одну яркую точку в небе могло бы сделать Сириус еще более выдающимся и мистическим объектом в ночном небе древней Земли, возможно, привлекая внимание форм жизни того времени. Однако ранее Сириус был дальше от нас, ибо он приближается к Солнечной системе, но шанс столкновения с нами крайне мал. Сириус движется в направлении к нам со скоростью примерно 7,6 километров в секунду. Однако, учитывая огромные масштабы космоса и расстояние между звездами, столкновение Сириуса с Солнечной системой крайне маловероятно. К тому же, в большинстве случаев звезды и их сопутствующие планетарные системы проходят мимо друг друга на безопасности. расстоянии. Следует также помнить, что движения звезд в галактике регулируются гравитацией и другими физическими законами, что позволяет предсказать их траектории с достаточно высокой точностью и уверенностью в том, что столкновение между Сириусом и нашей Солнечной системой в будущем не произойдет. Однако, можно ли ждать сюрпризов от системы Сириуса? Дело в том, что Сириус-Б, являющийся ближайшим к нам белым карликом, играет ключевую роль в потенциальном сценарии будущего взрыва, так называемой «новой» в системе Сириуса. Когда Сириус-А превратится в красного гиганта и начнет переносить свою массу на Сириус-Б, это может спровоцировать запуск термоядерных реакций и взрыв Сириуса-Б в форме «новы». Такой взрыв может иметь различные последствия для Земли. «Нова» будет излучать интенсивное ультрафиолетовое рентгеновское и гамма-излучение, которое может повредить наш озоновый слой, оказывая влияние на различные формы жизни. Космические аппараты, включая спутники на орбите Земли, также могут подвергнуться риску из-за повышенного уровня радиации. Свет от «новы» может быть настолько ярким, что изменит видимость ночного неба с Земли, возможно даже станет видимым в течение дня. Однако, несмотря на близость Сириуса-Б, значительное расстояние до Солнечной системы служит определенной гарантией безопасности, ограничивая потенциальные риски и напрямую ограждая Землю от большинства негативных эффектов взрыва. «Новое», «нова» и «сверхновые» представляют собой два различных астрономических явления, каждое из которых имеет уникальные характеристики и последствия. «Новое» – это результат взрыва на поверхности белого карлика, вызванной накоплением материала от соседней звезды. Белый карлик при этом не уничтожается и может пережить множество таких взрывов. Излучение от «новы» значительно слабее по сравнению со «сверхновой» и его влияние ограничено ближайшим космическим пространством. «Сверхновое» с другой стороны представляет собой конечный этап жизни звезды, в результате которого звезда полностью уничтожается, оставляя после себя либо нейтронную звезду, либо черную дыру. Взрыв «сверхновый» порождает колоссальное количество энергии, временно превышающая яркость целой галактики и распространяющаяся на огромное расстояние в космосе. Таким образом, несмотря на некоторые схожести в названиях, «новы» и «сверхновые» существенно различаются по своим причинам, процессам и потенциальным последствиям для космического пространства и звездных систем. Если бы в месте, где сейчас находится «Сириус» взорвалась сверхновая, последствия для Земли и всей Солнечной системы были бы крайне серьезными из-за близостей этой звезды. В первую очередь, мощный радиационный импульс мог бы уничтожить озоновый слой, повлекший за собой катастрофические климатические изменения и массовое вымирание биологических видов из-за увеличенного уровня ультрафиолетового излучения. Также потоки высокоэнергетических космических лучей, возникающие в результате взрыва, могли бы вызвать различные радиационные и электромагнитные аномалии, нарушая нормальное функционирование технологических и биологических систем. Взрыв также мог бы изменить орбиты планет и других космических объектов в Солнечной системе из-за его динамических и гравитационных эффектов. Сверхновая внесла бы в космос новые тяжелые элементы, изменяя химический состав нашей Солнечной системы. Визуально небо на Земле стало бы настолько ярким, что ночью могло бы быть светло как днем, что повлияло бы на ночные экосистемы и могло бы привести к дополнительным климатическим изменениям. Даже нейтрино, элементарные частицы, которые слабо взаимодействуют с веществом и проходят Землю насквозь, в случае взрыва сверхновой, могли бы нанести вред, ибо количество испускаемых нейтрино настолько велико, что они могут иметь заметное влияние даже на значительном расстоянии. В случае близкой сверхновой, поток нейтрино действительно мог бы повлиять на живую природу на Земле. Нейтрино могли бы взаимодействовать с атмосферой, гео- и биосферой, вызывая различные эффекты, включая увеличение радиоактивности и мутации у организмов. Тем не менее, чтобы произошли действительно катастрофические события, сверхновая должна быть относительно близко к Земле. Считается, что звезда, взорвавшаяся в качестве сверхновой, должна находиться в радиусе примерно 30 световых лет от Земли, чтобы оказать серьезное воздействие на биосферу. Сириус же более чем в три раза ближе. Эффекты на обратной стороне Земли могли бы быть несколько уменьшены, благодаря абсорбции частиц земной твердой и жидкой оболочкой, но все равно остаются возможными. В любом случае, такие события крайне редкие и вероятность того, что они повлияют на Землю, невелика. К счастью, в непосредственной близости от Земли отсутствуют звезды, которые могли бы стать кандидатами на взрыв в качестве сверхновых. Такие звезды, как правило, значительно массивнее Сириуса, они обладают массой, превышающей массу Солнца в десятки раз. Эти гиганты находятся в конечных стадиях своего развития, и их взрывы могли бы иметь катастрофические последствия для нашей Солнечной системы и, возможно, даже для обширного района галактики из-за огромного количества энергии, которая освобождается во время взрыва сверхновой. Так что отсутствие таких звезд в непосредственной близости является благоприятным фактором для стабильности и безопасности нашей Солнечной системы и Земли в частности. Сириус-А, как и все звезды, генерирует энергию через термоядерные реакции в ядре, в основном через процесс синтеза водородов гелий, который называется цепочкой протон-протон, или циклом углерода-азота в зависимости от конкретных условий в ядре звезды. В центре звезды, где температура и давление экстремально высоки, десятки миллионов градусов, положительно заряженные протоны, ядра водорода, могут преодолеть свою взаимную электростатическую отталкивающую силу и сливаться в термоядерных реакциях, формируя ядра гелия и освобождая огромное количество энергии в форме света и тепла. В этом процессе углерод, азот и кислород действуют как катализаторы в реакции синтеза, помогая преобразовать водород в гелий, также освобождая энергию. Термоядерные процессы, происходящие в ядре Сириуса-А, не только определяют его светимость и температуру, но и влияют на его структуру, атмосферу и даже будущую эволюцию. Разгадывание этих процессов помогает астрономам понимать, как звезды работают на атомном и ядерном уровнях и предоставляет важную информацию для изучения жизненного цикла звезд в целом. Вы спросите, как же положительно заряженные протоны могут сливаться, ведь одинаковые электрические заряды отталкиваются? Но на это природа подготовила чит, как говорит молодежь. Чит в гейминге обозначает нечестную игру или использование внешних средств для облегчения или модификации стандартного игрового процесса. Термоядерные процессы в ядре звезды возможны благодаря явлению квантового туннелирования, ведь одинаково заряженные протоны отталкиваются и кулоновские силы или электростатические силы. Отталкивание между двумя зарядами напрямую зависят от величины зарядов и обратно пропорциональны квадрату расстояния между ними, согласно закону Кулона. Когда расстояние между двумя зарядами уменьшается, кулоновская сила отталкивания между ними увеличивается, делая все более сложным их сближение. В контексте термоядерных реакций в звездах это означает, что протоны должны преодолеть значительные электростатические барьеры для того, чтобы подойти достаточно близко друг к другу для слияния, что возможно благодаря квантовому туннелированию и высоким температурам и давлением в ядре звезды. Когда заряженные частицы, такие как протоны, приближаются друг к другу на очень маленькое расстояние, начинают действовать сильные ядерные силы или сильное взаимодействие, которые преодолевают электростатическое отталкивание между частицами. Сильные ядерные силы действуют только на очень коротких расстояниях порядка размеров атомного ядра, и они значительно сильнее электромагнитных сил на этих расстояниях. По мере того, как частицы становятся ближе, сильное взаимодействие начинает доминировать, удерживая частицы вместе, несмотря на их электрическое отталкивание. Это является ключевым фактором, позволяющим происходить ядерным реакциям и стабилизировать атомные ядра. Принцип неопределенности Гейзенберга в квантовой физике гласит, что невозможно одновременно точно знать две сопряженные величины, такие как положение и импульс частицы. Это означает, что частица всегда обладает определенным уровнем неопределенности или размытостью в своем положении и импульсе. Квантовое туннелирование – это явление, при котором частицы могут проходить через потенциальные барьеры, которые были бы непреодолимы в классической физике. Туннелирование возможно из-за неопределенности в положении частицы. Принцип неопределенности Гейзенберга играет ключевую роль в туннелировании, потому что дает частице возможность быть в разных местах с определенной вероятностью, и таким образом частица может оказаться по другую сторону потенциального барьера, даже не имея достаточной энергии для преодоления барьера в классическом понимании. Таким образом, благодаря принципу неопределенности, частицы, такие как протоны в ядре звезды, могут туннелировать через электростатические барьеры и участвовать в термоядерных реакциях, даже если их кинетическая энергия недостаточно высока для преодоления этих барьеров в условиях классической физики. Туннелирование обеспечивает необходимый механизм, позволяющий звездам поддерживать свою яркость и температуру на протяжении многих миллиардов лет, поддерживая баланс между гравитационным сжатием и термоядерным давлением в их ядрах. Именно благодаря квантовому туннелированию звезды, такие как Sirius A, способны сиять на протяжении длительного времени и играть ключевую роль в эволюции Вселенной и обеспечении жизни на планетах, таких как Земля. Японский ученый Йои Читокеда провел детальный анализ, чтобы понять, какова скорость вращения у экватора Sirius A, учитывая эффект наклона оси вращения звезды. В исследовании было использовано много спектральных линий и проведен анализ. Результаты показали, что некоторые спектральные линии чувствительнее к изменениям в скорости вращения, чем другие. Токеда пришел к выводу, что проекция вращательной скорости Sirius A довольно точно установлена и составляет 16,3 плюс-минус одна десятая километров в секунду. Авторы другого исследования использовали мощные телескопы и специальные техники, чтобы сделать глубокие изображения Sirius B и области вокруг него. Они искали планеты, находящиеся недалеко от Sirius B и установили определенные пределы чувствительности для их обнаружения. Они не нашли никаких планет вокруг Sirius B, что согласуется с результатами предыдущих исследований. Однако их результаты показывают, что используемые методы и технологии могут быть очень эффективными для поиска и характеристики объектов вокруг близких белых карликов в будущем. Ученые сталкиваются с трудностью поиска планет в двойных системах из-за технических сложностей, особенно при использовании метода радиальных скоростей. Как результат, наше знание о частоте планет в двойных системах остается неполным. Ученые пришли к выводу, что общая частота планет в двойных и одиночных звездных системах примерно одинакова, но предположили, что частота планет в системах с очень близкими компонентами может быть ниже. Система Sirius является уникальной двойной звездой и обладает мощными магнитными полями, которые влияют на окружающее космическое пространство и могут влиять на другие космические объекты, находящиеся поблизости. Магнитное поле Sirius A генерируется в результате конвективных движений в его внутренних слоях, что приводит к созданию динамоэффекта. Sirius B, с другой стороны, является белым карликом, у которого магнитные поля значительно сильнее, чем у обычных звезд из-за его высокой плотности и быстрого вращения. Магнитные поля белого карлика могут достигать очень высоких значений, что делает Sirius B объектом интенсивных исследований астрофизиков. Магнитные поля в системе Sirius могут влиять на различные космические процессы, такие как выбросы частиц, солнечный ветер и взаимодействие с окружающей межзвездной средой. Также они могут иметь значение для изучения различных аспектов астрофизики, таких как процессы, происходящие в звездах во время их эволюции, механизмы генерации магнитных полей и их влияние на окружающую среду. Sirius B – удивительный объект в астрономическом мире, известный как белый карлик, спутник Sirius A. Этот космический объект обладает уникальными атмосферными и внутренними характеристиками, которые являются предметом исследования ученых. Атмосфера Sirius B в основном состоит из водорода и гелия с примесями тяжелых элементов. Из-за высокой гравитации на поверхности белого карлика тяжелые элементы опускаются вниз, оставляя в атмосфере преимущественно водород и гелий. Ведь белые карлики – это остатки звезд, которые исчерпали свое ядерное топливо. В их центрах больше не происходят ядерные реакции и, следовательно, они не испускают тот мощный поток излучения, который раньше создавал давление, противостоящее гравитационному сжатию. Это дополнительно способствует усилению гравитационных сил на поверхности белого карлика. Вещество белого карлика обладает чрезвычайно высокой плотностью из-за экстремальных условий, при которых оно находится. Белый карлик сильно сжался под действием собственной гравитации. Примерно чайная ложка вещества белого карлика могла бы весить около 5 миллиардов тонн на Земле. Это примерное значение, так как точный вес может варьироваться в зависимости от конкретных условий, таких как состав, температура и давление в белом карлике, а также от точного размера чайной ложки. Это наглядно демонстрирует, насколько вещество в белом карлике сжато и какова его плотность. Температура атмосферы белого карлика Сириуса достаточно высока, порядка 25 тысяч кельвинов, что приводит к ионизации вещества и созданию плазмы. Говоря о внутреннем строении Сириуса-Б, стоит отметить, что его ядро представляет собой горячую плотную массу, где преобладают углерод и кислород. Это ядро окружено оболочкой из так называемого вырожденного вещества, состоящего преимущественно из электронов и ядер атомов. Вырожденное вещество – это физическое состояние материи, в котором частицы, обычно электроны или нейтрина, находятся в самом низком возможном квантовом состоянии из-за экстремально высокой плотности и давления. Давайте разберемся с этим понятием на примере белых карликов и нейтронных звезд. Белые карлики – это звезды, у которых гравитационное сжатие противостоит давлению вырожденного электронного газа. Электроны в белых карликах настолько сжаты, что они заполняют все доступные квантовые состояния, создавая таким образом давление, которое противостоит дальнейшему гравитационному сжатию, не завися при этом от температуры. Нейтронные звезды – гораздо более массивные объекты, с другой стороны, состоят в основном из вырожденных нейтронов. После коллапса массивной звезды ядерные частицы – протоны и электроны – сливаются вместе, образуя нейтроны, которые затем создают высокое давление, противостоящее гравитационному сжатию. Вырожденное вещество имеет уникальные свойства и не встречается в нормальных условиях на Земле. Это состояние материи присуще космическим объектам с экстремально высокой плотностью и давлением, таким как белые карлики и нейтронные звезды. Структура и атмосфера Сириуса-Б по-прежнему оставляют множество вопросов для ученых, поскольку свойства белых карликов, такие как высокая плотность, температура и гравитация, делают их уникальными и сложными для изучения объектами во Вселенной. Зарождение двух звезд в одном облаке молекулярного газа, таком как водород, может произойти следующим образом. Облака межзвездной материи состоят из газа и пыли и могут иметь массу, достаточную для формирования нескольких звезд. Материал в облаке может содержать остатки от взрывов суперновых предыдущих поколений звезд, обогащая облако тяжелыми элементами. Шоковые волны от суперновых, столкновение облаков или влияние гравитации близлежащих массивных объектов могут спровоцировать коллапс облака. В некоторых случаях облако может начать сжиматься под действием собственной гравитации, если достигнет критической массы и плотности. В процессе сжатия облако может фрагментироваться на меньшие части, каждая из которых способна формировать свою звезду. В каждом фрагменте начинаются процессы, ведущие к формированию протозвезды, включая нагрев и ядерные реакции. Если в одном облаке формируется несколько протозвезд, они могут оказаться связанными гравитацией, формируя двойные или множественные звездные системы. Протозвезды продолжают развиваться, пока не достигнут стадии основной последовательности, становясь полноценными звездами. Таким образом, звездообразование тесно связано с жизненным циклом предыдущих поколений звезд, их взрывами и обогащением межзвездной среды тяжелыми элементами. Центробежные силы играют роль в динамике вращающегося молекулярного облака, но распределение элементов в облаке зависит от многих факторов, включая температуру, плотность и турбулентность в облаке. Более тяжелые элементы, металлы и другие тяжелые атомы, обогащенные в облаке благодаря взрывам суперновых предыдущих поколений звезд, могут быть равномерно распределены по облаку или сосредоточены в определенных областях из-за различных процессов, таких как конденсация и коагуляция частиц. В процессе формирования звездной системы, включая звезды и планеты, материал в диске вокруг молодой звезды, начинает сгущаться и формировать протопланеты. Тяжелые элементы часто концентрируются в более внешних областях протопланетного диска, где температура ниже, и могут формировать протопланеты и в конечном итоге планеты-гиганты, а также ледяные и каменистые тела. Считается, что мы понимаем, как из космической пыли образуются планеты, но, честно говоря, мы не очень хорошо понимаем, как образуется сама космическая пыль. Понимание происхождения космической пыли – это действительно одна из загадок астрофизики. В общих чертах мы знаем, что космическая пыль состоит из микроскопических частиц твердого вещества, присутствующих в космическом пространстве. Эти частицы могут иметь размер от нескольких молекул до нескольких миллиметров. Они играют ключевую роль в процессах образования планет и звезд, поскольку из них формируются более крупные тела через процессы агрегации и аккреции. Космическая пыль может производиться в ряде астрономических контекстов, включая звезды, такие как красные гиганты, часто теряют вещество в виде звездного ветра. При охлаждении этого материала могут образовываться твердые частицы пыли. В мощных вспышках сверхновых выбрасывается огромное количество материала, включая тяжелые элементы, которые могут конденсироваться в твердые частицы. В результате столкновений между этими меньшими телами могут образовываться мелкие частицы пыли. Процессы, происходящие в протопланетных дисках, в молодых звездных системах происходит слияние и сжатие вещества, что также способствует образованию пылинок. Несмотря на общее понимание возможных источников космической пыли, многие детали процесса ее образования остаются неясными. Например, процессы, ответственные за образование пылинок в космических масштабах сложны и многогранны. Мы не полностью понимаем, как именно отдельные атомы и молекулы объединяются в твердые частицы, как эти частицы взаимодействуют с окружающей средой и какие факторы определяют их размер, состав и распределение в космическом пространстве. Исследования космической пыли включают анализ данных, собранных космическими аппаратами, наблюдение за межзвездной средой и лабораторные эксперименты, моделирующие условия космоса. Продвижение в этих областях поможет ученым лучше понять процессы, лежащие в основе образования космической пыли. Межзвездная среда даже в своих наиболее плотных областях, например в молекулярных облаках, крайне разрежена по сравнению с земными условиями. Несмотря на это, слабые взаимодействия между атомами и молекулами все же могут приводить к их объединению и образованию пылинок. Процесс формирования космической пыли в таких условиях может быть описан следующими этапами. В межзвездном пространстве атомы и молекулы газа могут прилипать к твердым частицам, таким как микрометеориты или крупные молекулы, в процессе, известном как адсорбция. Это начальный этап, который может привести к образованию пыли. Вандерваальцевые силы притяжения между нейтральными атомами и молекулами могут приводить к их случайному сближению и образованию слабых связей. В условиях космического пространства определенные химические элементы могут реагировать друг к другу, образуя более сложные молекулы. Например, в углеродосодержащих областях могут формироваться сложные органические молекулы, которые затем могут служить клейкой-матрицей для дальнейшего накопления вещества. Пылинки могут накапливать статическое электричество, притягивая к себе заряженные частицы и увеличиваясь в размерах. В более плотных и холодных областях пространства, таких как протопланетные диски, температура настолько низкая, что ледяные мантии могут формироваться вокруг твердых ядер пылинок, что приводит к увеличению их размеров. Частицы могут слепаться при столкновении, если их относительная скорость достаточно низкая, чтобы кинетическая энергия не превысила энергию связи, создаваемую вышеупомянутыми силами. Каждый из этих процессов может протекать экстремально медленно на человеческие мерки времени, но в масштабах астрономического времени они вполне способны привести к формированию значительных количеств космической пыли. Кроме того, в местах, где материя более плотная, как в протопланетных дисках, эти процессы будут происходить гораздо быстрее. Хотя центробежные силы влияют на динамику облака и протопланетного диска, распределение тяжелых элементов также зависит от других физических процессов и условий. Наличие большего количества железа в Сириусе А по сравнению с Солнцем может быть объяснено несколькими факторами, связанными с процессами звездной эволюции и различиями в их истории. Количество железа и других тяжелых элементов в звезде, такой как Сириус А, зависит от его химического состава на момент формирования, который в свою очередь определяется окружающей средой и материалами, доступными в молекулярном облаке, из которого звезда образовалась. Сириус А – это звезда спектрального класса А1В, и она относительно молода. Звезды этого класса часто обладают высоким содержанием металлов. В астрономии термин «металлы» относится ко всем элементам тяжелее гелия, включая железо. Это может быть связано с тем, что Сириус А образовался из облака, обогащенного материалом от взрывов суперновых предыдущих поколений звезд. Суперновые производят и распространяют тяжелые элементы, такие как железо, в межзвездной среде, что способствует их присутствию в последующих поколениях звезд. Таким образом, более высокое содержание железа в Сириусе А можно объяснить его молодостью и условиями, при которых он формировался, включая вклад от взрывов суперновых и обогащение межзвездной среды тяжелыми элементами. Во время формирования протозвезды происходит борьба между гравитацией, стремящейся сжать облако газа и пыли, и радиационным давлением от ядерных реакций внутри, которое стремится раздуть звезду. Этот процесс можно описать следующим образом. Вначале гравитация преобладает, заставляя облако сжиматься и увеличивая температуру и плотность в его центре. Когда температура и плотность достигают достаточно высоких значений, начинаются ядерные реакции, преимущественно синтез водородов гелий. Эти реакции выделяют огромное количество энергии в виде света и тепла, создавая радиационное давление, которое стремится раздуть звезду. В определенный момент радиационное давление и гравитационное сжатие уравновешивают друг друга, и звезда достигает стабильного состояния, известного как стадия основной последовательности. На этой стадии звезда может существовать длительное время, поддерживая ядерные реакции в своем ядре. С течением времени звезда израсходует свой водородный запас и в ядре начинаются реакции синтеза более тяжелых элементов, что влияет на структуру и динамику звезды. Таким образом, хотя радиационное давление препятствует гравитационному сжатию, оно также играет ключевую роль в стабилизации звезды и поддержании ее ядерных реакций на протяжении большей части ее жизни. Некоторые протозвезды с низкой массой могут испытывать периоды неустойчивости, во время которых ядерные реакции могут начаться, но затем остановиться из-за недостатка температуры или давления для их поддержания. В случае неудачи ядерные реакции могут привести к разбросу части материала протозвезды, предотвращая дальнейшее сжатие и формирование звезды. Таким образом, не все области, где начинаются ядерные реакции, обязательно приводят к формированию устойчивых звезд. Считается, что мы понимаем, как образуются звезды, но в процессе бесед с ведущими учеными в этой области оказывается далеко не все так просто. Начинающиеся в центрах сжатия термоядерные реакции могут разбрасывать вещество, прекращая звезды образования и достижение уникального баланса еще достаточно плохо понятый процесс. Процесс формирования звезд остается одной из наиболее интригующих загадок астрофизики. В целом, схема образования звезд известна, они рождаются в молекулярных облаках, где под воздействием гравитации начинается сжатие газа и пыли. Этот процесс запускает цепную реакцию, которая может привести к возникновению новой звезды. Тем не менее, ученые по-прежнему сталкиваются с множеством нерешенных вопросов. Не до конца ясно, что инициирует коллапс частей облаков – столкновения, звездные ветры, сверхновые или что-то еще. В процессе сжатия возникает вопрос об угловом моменте, который необходимо как-то уменьшить, чтобы образование звезды стало возможным. Магнитные поля, возможно, играют в этом ключевую роль, но их точное влияние еще предстоит определить. Когда в центре протозвезды зажигаются термоядерные реакции, высвобождаемая энергия может как способствовать рождению новых звезд, так и прекратить звездообразование, разгоняя окружающее вещество. И здесь возникает дилемма – какие условия приводят к одному или другому исходу? Распределение масс звезд при их рождении или начальная массовая функция кажется универсальным, но не ясно, какие механизмы устанавливают это распределение. Также предмет изучения – это влияние химической эволюции межзвездной среды на звездообразование. Не совсем понятно, что именно вызывает гравитационное сжатие в некоторых частях облака. Предполагается, что это могут быть столкновения облаков, воздействие ветров от молодых звезд, давление излучения или сверхновых, но точные механизмы пока не выявлены. В процессе сжатия область должна избавляться от углового момента, иначе звезда не сможет сформироваться из-за чрезмерной центробежной силы. Магнитные поля и движение вещества в диске вокруг протозвезды могут играть ключевую роль в этом процессе, но детали еще предмет исследования. Как только в ядре протозвезды начинаются термоядерные реакции, энергия, выделяющаяся при этом, оказывает огромное давление на окружающее вещество. Этот процесс может как привести к дополнительному сжатию вещества и образованию новых звезд, так и развеять окружающий газ, остановив звездообразование. Распределение масс звезд при их рождении, известная как начальная массовая функция IMF, имеет универсальный характер, но почему оно именно такое, не ясно. Какие физические процессы регулируют массу звезды, которая сможет сформироваться из коллапсирующего облака? Магнитные поля могут существенно влиять на процесс сжатия облака и последующее формирование звезды, но как именно остается предметом активных исследований? Как изменение химического состава газово-пылевых облаков со временем влияет на звездообразование? Ученые используют различные методы для разгадывания этих тайн, от наблюдений в разных диапазонах электромагнитного излучения до компьютерного моделирования и численных симуляций. Несмотря на значительный прогресс, достигнутый за последние годы, многие вопросы остаются открытыми, и каждое новое открытие часто приводит к появлению еще большего количества загадок. Орбиты звезд в двойной системе, такой как Sirius A и B, могут меняться со временем из-за различных факторов, таких как масса звезд, их взаимное гравитационное взаимодействие и влияние других близлежащих объектов или процессов, таких как масса перенос. Перед тем, как Sirius B стал белым карликом, проходя через стадию красного гиганта, ожидается, что система была более компактной из-за большей массы Sirius B в этот период. Орбиты могли быть более круговыми, и период обращения Sirius B вокруг Sirius A мог быть короче из-за близости звезд друг к другу. После того, как Sirius B потерял значительную часть своей массы, став белым карликом, параметры орбиты, вероятно, изменились. Орбита могла стать более вытянутой, эксцентричной, и период обращения мог увеличиться из-за уменьшения гравитационного взаимодействия между звездами. Точные характеристики орбит в прошлом сложно определить без детальных астрономических данных и моделирования. Когда Sirius B проходит близко к Sirius A, гравитационное взаимодействие между ними усиливается. Это может вызвать изменения в их орбитах и внутренних структурах. Приливные силы могут вызывать деформации и нагревания в обеих звездах, особенно в Sirius B, который меньше и более подвержен этим эффектам. В прошлом, когда Sirius B был на стадии красного гиганта, могла произойти передача массы между звездами, что повлияло бы на их эволюцию. В теории в системе могли быть другие звезды или планеты, которые были выброшены из-за гравитационных взаимодействий. Это могло произойти из-за динамической нестабильности системы. Определить, были ли в системе Sirius другие объекты в прошлом, сложно без конкретных улик, таких как наблюдаемые остатки или планеты, или детального моделирования истории системы. Таким образом, близкое прохождение Sirius B может оказывать влияние на систему, но точные эффекты и история системы требуют дополнительного исследования и анализа. Как мы узнали расстояние до Sirius? Применительно к системе Sirius астрометрия играет ключевую роль в определении ее точного расстояния от Земли и других параметров. Астрометрия – важная область астрономии, которая занимается измерением положения звезд и других космических объектов, а также определением их расстояний и движения. Для измерения расстояния до Sirius астрономы используют различные методы, включая параллакс. Методы параллакса заключаются в измерении углового смещения звезды относительно более далеких объектов, когда наблюдатель перемещается вокруг Солнца. Измерив это угловое смещение и зная радиус орбиты Земли, ученые могут вычислить расстояние до звезды с помощью тригонометрии. Современные астрометрические инструменты и технологии, такие как космический телескоп Гайя, позволяют измерять расстояние с высокой точностью, определяя параллакс с невероятной точностью. Именно благодаря этим технологиям текущие оценки расстояния до Sirius составляют примерно 8,6 световых лет. Такие точные измерения помогают астрономам лучше понять свойства Sirius, такие как его абсолютная яркость, масса и радиус, а также детально изучить его двойную систему, взаимодействие компонентов этой системы и их влияния друг на друга и на окружающее космическое пространство. Таким образом, астрометрия оказывает огромный вклад в наше понимание устройства и эволюции звезд, включая такие уникальные объекты, как Sirius. Астрономия сталкивается с весьма сложной задачей при измерении расстояний до звезд, особенно когда речь идет о дальних космических объектах. Для ближайших к нам звезд используется метод параллакса, позволяющий определить расстояние путем наблюдения за кажущимся перемещением звезды на фоне дальних звезд при движении Земли вокруг Солнца. Однако этот метод теряет свою эффективность на расстоянии в несколько сотен световых лет. Когда речь заходит о более удаленных объектах, астрономы опираются на так называемые стандартные свечи – астрономические объекты с известной абсолютной яркостью, такие как цефеиды или сверхновые IA-типа. Сравнивая известную яркость этих объектов с их наблюдаемой яркостью, ученые могут рассчитывать расстояние. Однако неточности в определении их реальной яркости могут внести значительные ошибки в расчеты. Для самых удаленных галактик используется метод измерения красного смещения, который основан на эффекте расширения Вселенной и соответствующем удалении галактик от нас. Но и здесь астрономам необходимо знать точные параметры расширения, чтобы корректно определить расстояние до объекта, что также является предметом различных предположений и корректировок. Неточности в измерении расстояний до звезд имеют далеко идущие последствия. Они могут сказываться на наших астрономических и космологических моделях, включая ошибки в оценке масштаба Вселенной, возраста космоса и понимания процессов внутри галактик. Также они влияют на наше представление о крупномасштабной структуре Вселенной. Для уточнения этих измерений ученые постоянно совершенствуют методы наблюдения, включая использование космических телескопов и развитие лазерной интерферометрии. Для дальних звезд, где используются такие методы, как изучение стандартных свечей или красного смещения, ошибка может увеличиваться до 50% и даже больше. Это происходит, потому что точность нашего измерения зависит от точности самих стандартных свечей. Если их абсолютная яркость неизвестна, или известно с ошибкой, это напрямую влияет на точность расстояний. Такие ошибки могут значительно повлиять на наше понимание эволюции звезд, галактик и всей Вселенной. Они могут привести к неправильным выводам о физических характеристиках звезд, их массе, яркости и стадии развития. Также это означает, что наши модели структуры галактик и космологические модели могут быть неверными. Это стимулирует ученых постоянно улучшать технологии наблюдения и разрабатывать новые методы измерения, чтобы сократить эти погрешности. Двойные и многократные звездные системы чаще встречаются, чем одиночные звезды. Процесс формирования таких систем может быть связан с динамикой газопылевых облаков во время коллапса и последующим образованием звезд. Во время коллапса газопылевого облака возникают различные нестабильности, такие как вращение, турбулентность и центробежные силы, которые могут способствовать формированию нескольких центров концентрации массы в облаке. Как результат, в облаке могут формироваться несколько протозвезд, которые впоследствии могут образовать двойную или многократную звездную систему. Центробежные силы играют роль, помогая распределять массу и угловой момент в облаке, что может привести к формированию двойных и многократных систем. Однако стоит отметить, что это лишь один из факторов и есть и другие процессы и механизмы, которые также влияют на формирование звездных систем, такие как взаимодействие с окружающей средой, магнитные поля и радиационное давление. Хотя формирование одиночной звезды может казаться менее вероятным событием по сравнению с формированием двойных или множественных звездных систем из-за динамических процессов в газопылевых облаках, одиночные звезды все же образуются достаточно часто. Формирование одиночной звезды может произойти, если... В газопылевом облаке есть достаточно высокая концентрация массы в центре, чтобы начать процесс гравитационного коллапса и формирования протозвезды. Облако испытывает минимальные турбулентности или внешние возмущения, что уменьшает вероятность формирования нескольких центров массы. Если облако вращается относительно медленно, центробежные силы будут менее значимыми, что уменьшит вероятность распределения массы и формирования нескольких протозвезд. Внешние факторы, такие как близость других звезд или радиационное давление, могут также влиять на структуру облака и процесс становления звезды. Таким образом, хотя существуют определенные условия и факторы, которые могут способствовать формированию одиночных звезд, это не обязательно должны быть редкие или исключительные обстоятельства. Орбита Сириуса-Б вокруг Сириуса-А не лежит в плоскости эклиптики Земли. Это значит, что орбитальная плоскость Сириуса-Б относительно Сириуса-А наклонена относительно плоскости эклиптики Земли. Эклиптика в двойной звездной системе обычно относится к плоскости орбиты, по которой две звезды обращаются вокруг общего центра масс. Эта плоскость будет содержать обе звезды и их общий центр масс, и звезды будут двигаться вдоль орбит в этой плоскости. Термин «эклиптика» в этом контексте может также использоваться для обозначения плоскости орбиты в системе с двойной звездой, особенно если одна из звезд в системе является Солнцем, и есть необходимость описать движение других небесных тел относительно этой плоскости. Однако в контексте двойных звезд обычно используют другие термины, такие как орбитальная плоскость, чтобы избежать путаницы с эклиптикой Солнечной системы и уточнить, что речь идет о движении звезд в двойной системе. Точный угол наклона орбиты Сириуса B и его ориентация изменяются из-за прецессии и других динамических факторов. Это делает наблюдение за системой Сириуса сложным и требует коррекции для учета этих эффектов при астрономических наблюдениях и измерениях. Прецессия – это медленное изменение ориентации вращающегося объекта в пространстве, вызванное внешним воздействием, таким как гравитационные силы от других тел. В астрономии этот термин часто употребляется в контексте прецессии экваториальных и эклиптических координатных систем или прецессии орбит планет и других тел Солнечной системы. Например, прецессия земной оси – это медленное вращение оси вращения Земли, в результате чего полюсы Земли описывают круги вокруг перпендикуляра к плоскости эклиптики. Это явление приводит к изменению ориентации полюсов Земли и положения весеннего и осеннего равноденствий. Процессия оси Земли является одной из причин, вызывающих изменения звездного неба и положения звезд относительно экваториальной и эклиптической координатных систем на протяжении длительных временных периодов. Прецессия также может относиться к изменению ориентации орбитальной плоскости тела вокруг другого тела, что может происходить из-за гравитационного влияния других тел в системе. Этот тип прецессии может быть наблюден, например, у планет, движущихся вокруг Солнца и у двойных звездных систем. Поэтому, когда мы наблюдаем систему Сириуса с Земли, мы видим проекцию орбиты Сириуса-Б на небесную сферу, и эта проекция не выглядит как круг из-за наклона орбитальной плоскости. Астрономические исследования системы Сириус предоставляют убедительное доказательство того, что Сириус-А и Сириус-Б сформировались вместе, они являются результатом гравитационного захвата. Начнем с того, что обе звезды имеют схожее направление и скорость движения через космос, что свидетельствует об их общем происхождении. Когда две звезды движутся вместе таким образом, это обычно означает, что они возникли из одного и того же молекулярного облака. Изучение светового спектра звезд дает информацию об их химическом составе. Если звезды Сириус-А и Б показывают очень похожие спектральные характеристики, это указывает на их развитие из одного и того же первичного вещества. Далее, орбитальные характеристики обеих звезд также поддерживают идею об их совместном формировании. Они образуют устойчивую систему в отличие от эллиптических и хаотичных орбит, которые были бы ожидаемым результатом в случае астрономического захвата. Хотя Сириус-Б действительно движется по эллиптической орбите вокруг Сириуса-А, эта эллиптичность не обязательно указывает на происхождение захвата. В двойных звездных системах, которые сформировались вместе, эллиптические орбиты могут быть результатом динамической эволюции системы со временем или могут отражать начальные условия момента формирования звезд из общего газопылевого облака. Хотя совершенно круговые орбиты в двойных системах довольно редки, умеренная эллиптичность орбиты Сириуса-Б не является необычной и все еще совместима с тем, что звезды сформировались вместе. Это потому, что после формирования звезды могут испытывать различные взаимодействия, в том числе с третьими телами, если они есть, или с остатками диска, из которого они сформировались, что может изменить их первоначальные орбитальные параметры и привести к некоторому уровню эксцентриситета. Важно также учитывать, что орбиты в двойных системах, как правило, стабилизируются на протяжении миллиардов лет. Сириус-Б, как белый карлик, представляет собой финальную стадию эволюции звезды, и его текущая орбита является результатом долгой истории взаимодействия в системе Сириус. В течение этой долгой истории массы, размеры и орбиты обеих звезд могли измениться, особенно при учете того, что Сириус-Б когда-то был крупной звездой, прежде чем стать белым карликом. Таким образом, наличие эллиптичности в орбите Сириуса-Б не опровергает гипотезу о совместном формировании с Сириусом-А. Скорее, она должна рассматриваться в контексте обширного набора астрономических наблюдений и теоретических моделей, которые в целом поддерживают сценарий их совместного происхождения. Оценки возраста звезд также совпадают, что подтверждает гипотезу об их одновременном возникновении. Компьютерное моделирование подкрепляет этот вывод, показывая, что динамическая история такой системы, как Сириус, вероятнее всего, включала бы совместное формирование, а не случайный захват, который статистически маловероятен и привел бы к значительным динамическим нарушениям. Кроме того, стабильность орбит Сириуса-А и Б на протяжении длительного времени указывает на то, что эта система не подвергалась значительным внешним возмущениям, которые могли бы произойти при гравитационном захвате. Наконец, современные астрономические наблюдения с прецизионными инструментами дают детальную картину взаимодействия этих двух звезд, которые соответствуют предсказаниям законов гравитации для звезд, развивающихся вместе с начала своего существования. Именно эта совокупность доказательств и анализов позволяет астрономам делать вывод о совместном происхождении Сириуса-А и Сириуса-Б. Обнаружение планет вокруг двойных звездных систем, таких как Сириус, представляет собой значительный вызов по нескольким причинам. Системы с двумя звездами создают сложные гравитационные условия, что может затруднить обнаружение планет через методы, такие как радиальная скорость или транзиты. Если плоскость орбиты звездной системы не выровнена с линии зрения наблюдателя, это может усложнить или даже делать невозможным обнаружение транзитов планет. Сириус-А – одна из самых ярких звезд на небе, что может мешать наблюдениям за потенциальными планетами в системе из-за огромного количества получаемого света. Даже если планета и проходит через диск звезды, видимость Земли, свет от другой звезды в системе может заглушить сигнал транзита, делая его сложным для обнаружения. Наличие двух звезд также создает динамически более сложные и потенциально нестабильные условия для планет, что может влиять на их орбиты и возможность обнаружения. Из-за наличия двух звезд, анализ спектроскопических данных для поиска признаков планет или их атмосфер становится более сложным. Так что обнаружение планет в двойных звездных системах, таких как Сириус, требует более тщательного и комплексного анализа данных и использования различных методов наблюдения и анализа. Для того, чтобы понять, почему две звезды в двойной системе, родившиеся примерно одновременно, могут находиться на различных стадиях эволюции, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Масса звезды является одним из самых важных факторов, определяющих ее жизненный цикл. Звезды с большей массой проходят через свои жизненные стадии гораздо быстрее, поскольку у них больше топлива для ядерных реакций и они сжигают его с более высокой скоростью. Состав звезд также может влиять на их эволюционные пути. Например, различное количество тяжелых элементов может влиять на температуру и давление в ядре звезды, а также на процессы, такие как конвекция. В двойных системах звезды могут взаимодействовать друг с другом, обмениваясь массой и энергией. Это может значительно повлиять на их индивидуальные эволюционные пути. В случае системы Сириус, Сириус-Б, белый карлик, имеет меньшую массу по сравнению с Сириусом-А, но несмотря на свою меньшую массу, Сириус-Б уже прошел стадии главной последовательности и красного гиганта, так как в прошлом он был более массивным, чем Сириус-А. Сириус-Б потерял значительную часть своей массы в пользу Сириуса-А или в окружающее пространство, ускорив тем самым свою эволюцию до стадии белого карлика. Сириус-А, будучи более массивным в настоящее время, находится на стадии главной последовательности и еще не начал свой переход к следующим этапам своей звездной эволюции. Различные аспекты двойной звездной системы, такой как Сириус-А и Сириус-Б, которые разделены расстоянием в среднем 20 астрономических единиц, расстояний от Земли до Солнца, оказывают влияние друг на друга и на возможные планетные системы. Приливные силы между двумя звездами могут вызывать деформацию и нагрев внутри звезд, что может влиять на их внутренние процессы и эволюцию. Звезды на разных стадиях эволюции могут обмениваться веществом. В случае Сириуса, когда Сириус-Б был на стадии красного гиганта, он мог потерять часть своей массы, которая могла быть захвачена Сириусом-А. Приливные силы от двух звезд могут создавать сложные и быстро меняющиеся гравитационные условия, что делает устойчивые планетарные орбиты менее вероятными. Распределение массы между двумя звездами может изменяться из-за обмена веществом, что также может влиять на орбиты планет. Планеты в такой системе могли бы испытывать значительные приливные силы, вызывая геологическую активность, а также изменение климата из-за переменного излучения от двух звезд. Процессы формирования планет могут быть усложнены из-за наличия двух звезд, и возможные планеты могут испытывать больше возмущений и изменений в своих орбитах в течение времени. Основываясь на всем вышеперечисленном, можно заключить, что присутствие двух звезд в системе Сириуса с расстоянием в 20 астрономических единиц делает условия для устойчивых планетарных орбит и долгосрочного развития планет довольно сложными и менее вероятными по сравнению с одиночными звездными системами. Сириус-Б когда-то был более массивной звездой, чем Сириус-А. Это объясняется тем, что более массивные звезды проходят через свои эволюционные стадии быстрее из-за более интенсивных ядерных реакций в их центрах. Со временем Сириус-Б избавился от значительной части своей внешней оболочки, пройдя через стадию красного гиганта. Как мы упоминали, внешние слои Сириуса-Б вероятно были выброшены в окружающее пространство в форме массивного звездного ветра или во время планетарной туманности в конечных стадиях его эволюции в красном гиганте. Этот материал, состоящий в основном из водорода и гелия, мог распространиться в межзвездное пространство. Есть возможность, что часть материала, выброшенного Сириусом-Б, могла быть поглощена Сириусом-А. Это поглощение могло повлиять на массу, эволюцию и другие характеристики Сириуса-А, увеличив его массу и, возможно, вызвав некоторые изменения в его эволюционном пути. Такой процесс обмена массой между звездами в двойных системах называется аккрецией. Таким образом, можно заключить, что Сириус-Б действительно мог быть более массивным в прошлом, и его внешние слои могли быть частично поглощены Сириусом-А или ушли в межзвездное пространство. Вполне возможно, что в двойных звездных системах, таких как Сириус, планеты могут формироваться и поддерживать устойчивые орбиты на более удаленных расстояниях от пары звезд. Такие планеты называются циркумбинарными планетами, и они вращаются вокруг обеих звезд в двойной системе. Устойчивость орбит таких планет зависит от нескольких факторов, таких как планеты, находящиеся на более удаленных орбитах, могут иметь более устойчивые орбиты, поскольку они менее подвержены сильным гравитационным возмущениям от двойной звездной системы. Масса звезд и размер их орбит также влияют на устойчивость орбит планет. Большая масса и близость орбит звезд могут создавать больше гравитационных возмущений. Если масса равномерно распределена между двумя звездами, это может помочь в поддержании устойчивости планетарных орбит. Начальные условия, такие как момент импульса и первоначальные орбиты планет, также оказывают влияние на их долгосрочную устойчивость. Наличие других планет или крупных объектов также может влиять на устойчивость орбит планет вокруг двойных звезд. Таким образом, хотя формирование и поддержание устойчивых орбит планет вокруг двойных звездных систем является сложным процессом, это возможно, особенно для планет, находящихся на более удаленных орбитах от звезд. Обнаружение циркумбинарных планет, то есть планет, орбитирующих вокруг двух звезд, представляет собой вызов, но это возможно с использованием различных методов астрономических наблюдений. Вот некоторые из наиболее эффективных методов. Первый. Метод транзитов. При этом методе ищут миниатюрные затмения или транзиты, когда планета проходит перед лицом звезды или звезд, блокируя часть света звезды. Это изменение в светимости звезды может быть зарегистрировано телескопами и использовано для обнаружения и характеристики планеты. Второй. Радиальная скорость или доплеровский метод. Этот метод основан на измерении изменений в спектре звезды из-за доплеровского смещения, вызванного гравитационным влиянием орбитирующей планеты. В случае циркумбинарных планет это может быть более сложно из-за присутствия других звезд. Третий. Метод гравитационного микролинзирования. При этом методе ищут временное увеличение яркости звезд из-за гравитационного микролинзирования планетой и ее звездой. Этот метод не зависит от света от самой планеты или звезды и может быть использован для обнаружения планет вокруг двойных звезд. Четвертый. Прямые изображения. Это включает в себя получение изображений планет напрямую через телескопы. Это требует очень чувствительных инструментов и часто применяется для обнаружения планет на больших расстояниях от их звезд. Пятый. Астрометрия. Этот метод заключается в измерении точного положения звезды на небесной сфере и его изменении из-за гравитационного влияния планеты. Это может быть использовано для определения наличия планеты и ее орбитальных характеристик. Шестой. Изучение времени транзитов. Изменения во времени транзитов также могут указывать на наличие планет в циркумбинарных системах. Каждый из этих методов имеет свои преимущества и ограничения и часто они используются совместно для подтверждения наличия и определения характеристик циркумбинарных планет. Циркумбинарные планеты могут пережить фазу выброса оболочки одной из звезд в двойной системе и последующую аккрецию, но их выживание будет зависеть от многих факторов, таких как расстояние планеты до звезд, масса и радиус планеты, а также динамические характеристики системы в целом. Планеты, находящиеся на большем расстоянии от звезды, переживающей выброс оболочки, имеют больше шансов на выживание, поскольку они будут менее подвержены воздействию выброшенного материала и гравитационным возмущением. Большие и массивные планеты могут быть более устойчивы к гравитационным возмущениям и изменениям в системе. Если звезда переходит в стадию красного гиганта и выбрасывает свою оболочку, это может вызвать существенные изменения в гравитационных взаимодействиях и орбитальной конфигурации планеты. Если вторая звезда аккрецирует, поглощает материал, выброшенный первой звездой, это также может вызвать изменения в системе, такие как изменение массы звезды, что в свою очередь повлияет на планеты. Гравитационные возмущения, вызванные выбросом оболочки и аккреции могут изменить орбиты планет, возможно делая их менее устойчивыми. Планеты могут подвергаться значительному радиационному воздействию в результате этих процессов, что может влиять на их атмосферы и поверхности. Исход для конкретной циркумбинарной планеты будет зависеть от уникальных характеристик и динамики системы. В некоторых случаях планеты могут сохранить свои орбиты и пережить эти изменения, хотя они могут подвергнуться существенным изменениям и адаптациям. Орбита в форме восьмерки или орбита в форме петли между двумя звездами в двойной системе теоретически возможна и называется петлевой орбитой или орбитой лесажу. Однако на практике такие орбиты крайне нестабильны и маловероятны для наличия в долгосрочной перспективе в реальных астрономических системах, в особенности для планет. Вот несколько причин, почему такие орбиты маловероятны. Первое. Нестабильность. Петлевые орбиты нестабильны из-за гравитационных взаимодействий в двойных звездных системах. Малейшие возмущения могут вызвать сбой в орбитальной конфигурации. Второе. Влияние других тел. Гравитационное воздействие других планет или тел в системе также будет работать против устойчивости такой орбиты. Третье. Требования к точности. Чтобы поддерживать петлевую орбиту, начальные условия, такие как скорость и положение планеты, должны быть чрезвычайно точными, что крайне маловероятно в естественных условиях. Четвертое. Эволюция системы. Со временем изменения в массе и радиусе звезд, а также другие динамические факторы могут нарушить любую потенциальную петлевую орбиту. Пятое. Термодинамические эффекты. Тепловые и радиационные воздействия от двух звезд могут также оказывать влияние на орбиту и климат планеты, делая условия на ней неустойчивыми. В научной литературе известны случаи, когда обнаруживались объекты, находящиеся на подобных петлевых орбитах. Но такие случаи касаются обычно небольших тел, таких как астероиды или кометы и на краткосрочной временной шкале. Для планет, находящихся на орбите вокруг двух звезд, такие орбиты выглядят маловероятными. Планета, находящаяся в точке центра масс, барицентре, двух звезд, оказалась бы в очень необычном и неустойчивом положении. Теоретически, если бы планета каким-то образом оказалась в барицентре и оставалась бы там в состоянии покоя относительно звезд, она могла бы оставаться в этом положении, пока какие-либо возмущения или внешние гравитационные влияния не вывели бы ее из этой точки. Однако такой сценарий крайне маловероятен по следующим причинам. Первое. Динамическая нестабильность. Положение барицентра меняется в зависимости от движения звезд. Планета должна была бы постоянно корректировать свою позицию, чтобы оставаться в этой точке, что крайне маловероятно, без какого-либо внешнего вмешательства. Второе. Гравитационные возмущения. Даже малые гравитационные возмущения от других объектов в системе или извне могли бы вывести планету из барицентра. Третье. Отсутствие устойчивой орбиты. Планета в барицентре не будет находиться на устойчивой орбите вокруг звезд, что делает ее положение еще более неустойчивым. Четвертое. Требования к начальным условиям. Начальные условия для такого расположения планеты должны быть чрезвычайно точными и специфичными, что крайне маловероятно в естественных астрономических условиях. Пятое. Радиационные и тепловые воздействия. Близость к двум звездам также может привести к экстремальным радиационным и тепловым условиям, которые могут оказывать влияние на планету. В заключение, хотя такой сценарий и теоретически возможен, на практике его реализация крайне маловероятна из-за динамической неустойчивости и требований к начальным условиям. Воображаемый мир, расположенный в точке центра масс системы Sirius, представляет собой интересную концепцию. Центр масс – это точка, в которой можно считать сосредоточенной всю массу системы для анализа движения и гравитационных взаимодействий. В случае системы Sirius, эта точка будет где-то между Sirius'ом A, более массивной звездой, и Sirius'ом B, менее массивным белым карликом. Если бы планета находилась точно в центре масс такой системы и была бы достаточно стабильной, чтобы оставаться в этой точке, что физически невозможно из-за динамических причин, жителям этой планеты действительно могло бы казаться, что обе звезды вращаются вокруг их мира. Для наблюдателя на такой планете в центре масс обе звезды казались бы изменяющими свои положения на небе, следуя сложному пути, обусловленному их орбитальными движениями вокруг общего центра масс. Наблюдатель видел бы, как Sirius' A и Sirius' B регулярно перемещаются друг относительно друга и звездного фона. Это движение было бы относительно медленным из-за больших временных масштабов орбитальных периодов звезд. Sirius' A, будучи ближе к центру масс и более массивным, двигался бы по меньшему кругу, в то время как Sirius' B описывал бы более широкую траекторию. В реальности, однако, планета не может оставаться в точке центра масс двойной звездной системы, так как она будет испытывать гравитационное воздействие от обеих звезд, которая потянет ее в сторону одной из них. Кроме того, наличие планеты в центре масс внесло бы дополнительные возмущения в систему, меняя орбиты звезд и потенциально приводя к динамической нестабильности системы в целом. Поговорим и о темной стороне двойных и кратных звездных систем. В системах двойных звезд поглощение планет звездами действительно может быть более вероятным по сравнению с системами с одной звездой из-за сложных гравитационных взаимодействий и динамической нестабильности, особенно в периоды, когда звезды проходят через различные стадии своей эволюции. Вот некоторые факторы, которые могут способствовать поглощению планет в двойных звездных системах. Первый. Изменение массы звезд. В процессе эволюции звезды могут терять или наоборот увеличивать свою массу, например, через процессы аккреции или выброса вещества. Это может вызывать изменения в гравитационных взаимодействиях и орбитальных параметрах планет. Второй. Перемещение баррицентра. Изменения массы звезд могут также влиять на положение баррицентра системы, что может вызвать дополнительные возмущения в орбитах планет. Третий. Приливные взаимодействия. Сильные приливные взаимодействия между звездами и планетами могут приводить к передаче момента и энергии, изменяя орбиты планет и увеличивая риск их поглощения. Четвертый. Эволюционные стадии звезд. Когда звезды в двойной системе входят в фазы красных гигантов или сверхновых, это может приводить к радикальным изменениям в системе, включая возможность поглощения планет. Пятый. Динамическая нестабильность. Общая динамическая нестабильность в двойных звездных системах может приводить к тому, что орбиты планет становятся хаотичными, увеличивая вероятность их поглощения или выброса из системы. Шестой. Взаимодействие с другими планетами или объектами. Взаимодействие с другими планетами или проходящими объектами также может привести к изменению орбит планет и увеличению риска поглощения. Таким образом, существует несколько факторов, которые могут увеличить вероятность поглощения планет в системах двойных звезд, особенно в периоды эволюционных изменений и нестабильности. Вероятность зарождения и развития жизни в системе двойных звезд может быть уменьшена из-за ряда специфических факторов, связанных с наличием двух звезд. Рассмотрим некоторые из этих факторов. Первый. Орбитальная стабильность. В двойных звездных системах орбитальная стабильность планет может быть нарушена из-за сложных гравитационных взаимодействий, что создает неустойчивые условия для зарождения и развития жизни. Второй. Климатическая вариабельность. Планеты в двойных звездных системах могут испытывать большие климатические колебания из-за изменяющегося влияния двух звезд, что может создавать неблагоприятные условия для жизни. Третий. Уровень ультрафиолетового излучения. Двойные звездные системы могут генерировать больше ультрафиолетового излучения, что может оказывать негативное влияние на биологические молекулы и процессы. Четвертый. Приливные воздействия. Приливные силы, генерируемые двумя звездами, могут приводить к геологической активности и вулканизму на планетах, что также может оказывать влияние на возможность существования жизни. Пятый. Риск катастрофических событий. В системах двойных звезд вероятность катастрофических событий, таких как столкновения, может быть выше из-за увеличенной динамической активности. Шестой. Влияние этапов эволюции звезд. Звезды в двойных системах могут пройти через различные этапы эволюции, что в сочетании с их гравитационным взаимодействием может создавать переменные и экстремальные условия. Тем не менее, это не исключает возможность существования жизни в двойных звездных системах. В некоторых сценариях, если планета находится на устойчивой орбите на подходящем расстоянии от звезд, и если звезды имеют стабильную эволюцию, условия могут быть благоприятными для зарождения и развития жизни. Это остается активной областью исследований в астробиологии. Возраст системы Сириуса лежит в пределах 225-250 миллионов лет, что очень мало времени для зарождения жизни. На Земле считается, что жизнь могла зародиться примерно через 1 миллиард лет после формирования планеты. В молодой системе, такой как Сириус, условия могут быть более экстремальными и менее стабильными, что может затруднять зарождение жизни. Даже если жизни удастся зародиться, ей потребуется время для эволюции в более сложные формы. В молодых системах времени для такой эволюции может не хватить. Процесс формирования и стабилизации планетных систем также занимает время, и в молодой системе планеты могут еще находиться в процессе формирования и дифференциации. Таким образом, зарождение жизни в системе Сириуса теоретически возможно, молодость системы делает этот процесс менее вероятным, и вероятность наличия развитой жизни довольно низкая. Превышение потока инфракрасного излучения, зарегистрированное Космической обсерваторией ИРОС в системе Сириус, может указывать на наличие пыли или другого материала, такого как газ в этой системе. Эти материалы могут иметь разные источники. Одним из возможных источников может быть материал, выброшенный Сириусом B в процессе его эволюции от красного гиганта к белому карлику. В этот период звезда могла потерять значительную часть своей массы, формируя облако пыли и газа вокруг системы. Материал, потерянный с Сириусом B, мог быть частично захвачен Сириусом A или остаться в системе в виде диска или облака пыли. Пыль также может происходить из межзвездной среды и не обязательно быть связанной с эволюционными изменениями Сириуса B. Если в системе Сириус присутствуют планеты или протопланеты, они также могут вносить вклад в инфракрасное излучение через процессы, связанные с планетаобразованием, например, столкновения и формирования планетарных колец или дисков. Так что, хотя выброс оболочки Сириуса B может быть одним из объяснений превышения инфракрасного излучения, существуют и другие возможные источники и механизмы, которые также могли бы способствовать этому явлению. Сириус A в настоящее время находится в стабильной фазе своего развития, во время которой происходит синтез водорода в ее ядре. В будущем, после исчерпания водорода в ее ядре, Сириус A развернется в красного гиганта. Этот процесс произойдет примерно через несколько миллиардов лет. Что касается взрыва сверхновой, Сириус A, вероятно, не имеет достаточно массы для того, чтобы пройти через этап сверхновой. Вместо этого, после стадии красного гиганта, она, скорее всего, отбросит внешние слои и оставит за собой горячее ядро, которое остынет и станет белым карликом, таким же, как Сириус B. Следовательно, мы можем ожидать, что Сириус A пройдет через стадию красного гиганта, но взрыва сверхновой, скорее всего, не произойдет. Зона обитаемости, или так называемая золотая зона, это регион вокруг звезды, где условия могут позволять существование жидкой воды на поверхности планеты, что считается одним из ключевых факторов возможности существования жизни. В случае двойной звезды, такой как Сириус A и Сириус B, определение зоны обитаемости становится сложнее из-за влияния обеих звезд на температурные условия на потенциальных планетах. Сириус A. Так как Сириус A гораздо ярче и горячее Солнца, зона обитаемости вокруг этой звезды будет располагаться дальше от нее по сравнению с зоной обитаемости в Солнечной системе. Вероятно, она начнется примерно на расстоянии около пяти астрономических единиц и окончится на расстоянии около десяти астрономических единиц. Сириус B. Это белый карлик и его светимость гораздо ниже, чем у Сириуса A. Это делает его вклад в зону обитаемости системы Сириус менее значительным. Наличие двух звезд также означает, что зона обитаемости будет подвергаться изменениям из-за гравитационного взаимодействия между звездами и изменениям в общем уровне излучения, получаемого от обеих звезд. В дополнение к тепловым условиям, орбитальная стабильность потенциальных планет в зоне обитаемости также будет зависеть от гравитационных взаимодействий в двойной системе. Таким образом, хотя можно оценить примерное положение зоны обитаемости в системе Сириус, действительные условия будут зависеть от множества факторов, включая взаимное расположение и орбитальные параметры звезд и планет. Чтобы в системе Сириуса планета имела условия, схожие с условиями на Земле, необходимо учесть ряд факторов, включая близость к звезде, тип орбиты и влияние второй звезды, Сириуса B. Расположение относительно Сириуса А. Планета должна находиться в зоне обитаемости Сириуса А, где возможно наличие жидкой воды. Это будет где-то между 5 и 10 астрономическими единицами от Сириуса А, учитывая его высокую светимость. Орбита должна быть как можно менее эксцентричной, чтобы минимизировать колебания температуры на поверхности планеты. Овальные орбиты приводят к большим колебаниям климата из-за изменений в расстоянии до звезды. Несмотря на то, что Сириус B – белый карлик с меньшей светимостью, его гравитационное влияние и изменение светимости могут повлиять на климат планеты. Поэтому оптимальная орбита также будет минимизировать влияние Сириуса B. Для долгосрочной стабильности орбита должна быть устойчивой с точки зрения гравитационных возмущений от обеих звезд. Оптимальной орбитой, вероятно, будет круговая орбита на расстоянии, где средняя температура поверхности позволяет существование жидкой воды и которая остается в пределах зоны обитаемости на протяжении всего орбитального периода, несмотря на влияние Сириуса B. Следует отметить, что точное расположение такой орбиты может потребовать дополнительных исследований и моделирования, учитывающего все динамические и термальные аспекты системы Сириус. Восход на планете, орбита которой находится в системе двойной звезды Сириус A и Сириус B, будет зависеть от многих факторов, таких как ориентация орбиты планеты, ее угол наклона и фазы обеих звезд. Но давайте попробуем визуализировать один из возможных сценариев восхода на такой планете. Сириус A, будучи более ярким и крупным, будет доминировать на небе этой планеты. Восход Сириуса A будет сопровождаться ярким и интенсивным светом, делая небо ярко-синим, как при восходе солнца на Земле. В зависимости от конкретных условий, Сириус B может восходить до или после Сириуса A, а иногда и одновременно с ним. Будучи белым карликом, Сириус B будет значительно менее ярким и его свет может быть затмеваем светом Сириуса A. Однако в определенные периоды его близость к Сириусу A может создавать уникальные визуальные эффекты, такие как дополнительный блеск или лучи, исходящие от более яркой звезды. Из-за движения планеты и двух звезд, динамика восходов будет постоянно изменяться, создавая уникальные и разнообразные астрономические явления. Например, могут быть периоды, когда обе звезды восходят и заходят одновременно, и периоды, когда они появляются на небе в разное время. Из-за того, что Сириус A горячее Солнца, небо может иметь несколько отличный от земного оттенок, возможно с более сильным бело-голубым оттенком. Такой восход будет непредсказуемым и завораживающим зрелищем, полным уникальных и изменчивых астрономических явлений, создавая потрясающие и каждый раз уникальные картинки небесного свода. В случае циркумбинарной орбиты, орбиты вокруг обеих звезд, зона обитаемости может быть расположена дальше, чем в случае одиночной звезды, чтобы учесть комбинированное тепловое воздействие обеих звезд. Также необходимо учитывать возможные флуктуации в условиях обитаемости из-за изменяющегося расстояния между звездами и потенциальной планетой. При определении зоны обитаемости также следует учитывать, что нестабильные условия, связанные с двойной звездной системой, могут делать обитаемые условия менее вероятными или менее устойчивыми во времени. Теоретически Сириус-Б может пройти через процесс, известный как взрыв новый, если он начнет аккретировать, поглощать, материал от Сириуса-А, когда тот войдет в стадию красного гиганта. Белые карлики, такие как Сириус-Б, могут претерпевать взрывы новых, когда они аккретируют достаточное количество материала от своих соседей. Если масса белого карлика приближается к пределу Чендрасекара, примерно 1,4 массы Солнца, это может привести к термоядерным реакциям на его поверхности, вызывая взрыв новой. Однако, чтобы Сириус-Б мог взорваться как суперновая, что еще более экстремальный случай, он должен аккретировать достаточно материала, чтобы превысить предел Чендрасекара, что приведет к коллапсу белого карлика и взрыву суперновой. Это менее вероятно, учитывая текущие параметры системы Сириус. Так что, хотя возможность взрыва новой существует, детали такого процесса, включая вероятность взрыва и его точные последствия, будут зависеть от многих факторов, таких как конкретные условия аккреции и расстояние между звездами во время стадии красного гиганта у Сириуса-А. Сириус играет заметную роль в современной астрофизике, как объект интенсивных исследований и изучения. Благодаря своей яркости и близости к Земле, Сириус стал ключевым объектом для множества астрофизических наблюдений и экспериментов, которые помогают ученым понять различные аспекты устройства и функционирования звезд, а также двойных звездных систем. Во-первых, изучение Сириуса помогает в раскрытии тайн жизни и эволюции звезд. Сириус-А является звездой спектрального класса А, и его детальное изучение дает информацию о таких процессах, как ядерный синтез, генерация магнитных полей и другие физические процессы внутри звезд. Во-вторых, Сириус-Б, будучи белым карликом, представляет собой финальную стадию эволюции звезд средней массы. Изучение Сириуса-Б позволяет астрофизикам узнавать больше о структуре, атмосфере и магнитных полях белых карликов, что существенно для понимания жизненного цикла звезд и механизмов их смерти. Также система Сириус обладает большим значением для астрометрии. Точные измерения положения, движения и расстояния до Сириуса служат важными данными, используемыми для калибровки астрометрических инструментов и методов. Кроме того, как двойная система, Сириус предоставляет уникальную возможность изучить взаимодействие звезд в бинарных системах, их влияние друг на друга, а также процессы, такие как перенос массы и влияние гравитационного взаимодействия на эволюцию звезд. Так или иначе, роль Сириуса в современной астрофизике многоаспектна и оказывает значительное влияние на развитие научных знаний о звездах и Вселенной в целом. Космические эксперименты и исследования, посвященные Сириусу, оставляют значительный след в астрофизической науке, расширяя наше понимание о механизмах, лежащих в основе двойных звездных систем, а также свойствах и эволюции звезд различных типов. Один из ключевых аспектов исследования Сириуса заключается в наблюдении за его двойной системой. Астрономы и исследователи из разных частей мира используют космические телескопы, такие как Хаббл, Джеймс Уэбб и Гайя, чтобы проводить точные наблюдения за взаимодействием Сириуса А и Сириуса Б. Эти наблюдения помогают ученым понять, как гравитационное взаимодействие между звездами влияет на их структуру, атмосферу и эволюцию. Также активно изучаются магнитные поля Сириуса. Космические миссии, оснащенные спектрографами и другими инструментами, позволяют исследователям проводить детализированный анализ магнитных полей и их влияние на окружающую звезду-среду, включая процессы, такие как выбросы корональной массы и солнечный ветер. Кроме того, проводятся эксперименты для изучения спектральных характеристик Сириуса. Эти исследования дополняют нашу информацию о химическом составе, температуре и давлении в атмосфере звезды, что важно для понимания внутренних процессов и физических свойств звезды. Сириус играет важную роль в калибровке астрономических инструментов благодаря своей яркости и стабильности, что делает его важным маяком для различных космических миссий и экспериментов. В общем, космические эксперименты и исследования Сириуса способствуют углублению и расширению наших знаний о Вселенной, механизмах ее функционирования и законах физики, которые управляют космическими объектами и явлениями. Моделирование системы Сириус – это сложный процесс, который включает в себя разработку теоретических моделей и их практическую реализацию с использованием различных астрофизических инструментов и технологий. Цель моделирования заключается в получении более глубокого понимания процессов, происходящих в этой двойной звездной системе, а также предсказания ее будущего развития. На теоретическом уровне моделирование включает в себя разработку математических и компьютерных моделей, которые описывают физические процессы и взаимодействия в системе Сириус. Это включает в себя такие аспекты, как гравитационное взаимодействие между звездами, передача массы, изменение орбит и многие другие феномены. Ученые используют различные теории и уравнения, такие как уравнение гидродинамики и теории гравитации для создания этих моделей. На практическом уровне моделирование включает в себя применение этих теоретических моделей к наблюдаемым данным, полученным от телескопов и других астрономических инструментов. Это может включать в себя сравнение прогнозов модели с реальными астрометрическими, спектроскопическими и фотометрическими данными, а также их корректировку и оптимизацию на основе этих сравнений. Одним из ключевых аспектов практического моделирования является использование численных симуляций. С помощью современных вычислительных технологий ученые могут создавать детализированные и точные виртуальные модели системы Sirius, которые позволяют экспериментировать с различными параметрами и условиями, анализировать возможные сценарии развития системы и проверять гипотезы. Моделирование системы Sirius помогает астрономам и астрофизикам лучше понять динамику двойных звездных систем, процессы, протекающие в них и свойства звезд, входящих в эти системы. Это также служит ценным инструментом для обучения и развития новых методов и технологий в астрофизике. Изучение Sirius впереди ждут многообещающие перспективы, особенно учитывая быстрый темп развития новых технологий и инструментов астрономии и астрофизики. Новые технологии открывают перед учеными возможности для более глубокого и точного изучения этой двойной звездной системы, что позволит расширить наши знания о Вселенной. Одним из направлений является развитие радиоастрономии и оптической интерферометрии. Улучшенные радиотелескопы и оптические системы позволят проводить более точные наблюдения Sirius, получая данные с более высоким разрешением. Это в свою очередь позволит более детально изучить взаимодействие компонентов системы, атмосферные и поверхностные процессы, а также магнитные поля звезд. Также большое значение имеет применение квантовых технологий и искусственного интеллекта в астрофизических исследованиях. Квантовые вычисления могут значительно ускорить обработку и анализ больших объемов астрономических данных, в то время как алгоритмы искусственного интеллекта могут помогать в автоматизации и оптимизации наблюдений и распознавании паттернов и аномалий в полученных данных. Развитие спектроскопии и фотометрии также обещает новые перспективы. Более совершенные спектрографы и фотометры позволят провести более глубокий анализ спектров излучения Сириуса, что приведет к лучшему пониманию его физических и химических характеристик, структуры атмосферы и внутреннего строения. Также стоит упомянуть о развитии космических технологий и планах по запуску новых космических миссий и телескопов, способных наблюдать Сириус с неосвещенных земными условиями точек наблюдения. Это позволит минимизировать воздействие земной атмосферы и получать более чистые и точные данные. Если послать к Сириусу даже самый быстрый современный космический корабль, ему потребуется 13 тысяч лет, чтобы добраться до Сириуса. Скорость Паркера солнечного зонда составляет 700 тысяч километров в час. Однако Паркер достигает своей высокой скорости в основном благодаря гравитационному маневру, известному как гравитационный разгон вблизи Солнца, а не из-за работы его двигателей. Космические корабли, направляющиеся к другим звездам, не смогут использовать такой же маневр вблизи Солнца для достижения высокой скорости. Поэтому им потребуется другой метод ускорения. Если мы рассмотрим космический корабль, использующий традиционные ракетные двигатели, скорость такого корабля будет намного меньше. Например, космический корабль Voyager 1, который был запущен в 1977 году и продолжает двигаться в космическом пространстве, имеет скорость около 62 тысяч километров в час. Так что если использовать космический корабль с характеристиками, схожими с Voyager 1, путешествие до Сириуса займет примерно 150 тысяч лет. Но не все так безнадежно. Познакомьтесь с проектом Breakdrauch Starshot, который был анонсирован в апреле 2016 года. Этот амбициозный проект задуманный такими людьми, как Юрий Мильнер и Стивен Хокинг, нацелен на исследование ближайшей звездной системы Альфа-Центавра с помощью сверхлегких космических аппаратов или микрозондов. Идея заключается в том, чтобы отправить маленький космический корабль, оснащенный парусом, который будет двигаться под действием давления света, фотонного давления, от мощных лазеров на Земле. Теоретически, такой корабль может достичь скоростей, составляющих около 20% скорости света, что позволит ему добраться до Альфа-Центавры за примерно 20 лет. Этот проект сталкивается с рядом значительных технологических и инженерных проблем, включая создание устойчивого космического паруса, способного выдержать взаимодействие мощного лазерного луча и огромные ускорения, а также разработку системы для точной навигации и передачи данных на таком большом расстоянии. Для адаптации проекта BreakdRouch Starshot к исследованию системы Sirius, расположенной на расстоянии примерно 8,6 световых лет от Земли, можно рассмотреть следующие усовершенствования. Первое, что стоит улучшить, это космический парус. Необходимо создать дизайн, который будет более устойчив к длительному воздействию лазерного излучения и солнечного ветра. Второе усовершенствование касается методов ускорения микрозондов. Можно воспользоваться гравитационными маневрами вблизи крупных космических объектов или применить электромагнитные катапульты для дополнительного ускорения. Если предположить, что микрозонды можно ускорить до 30% скорости света, то путешествие до Sirius займет около 28,7 лет. Это время – результат деления расстояния до Sirius 8,6 световых лет на скорость микрозонда 30% скорости света. После того, как микрозонды пройдут мимо системы Sirius, им потребуется время, чтобы передать собранные данные обратно на Землю. Учитывая расстояние 8,6 световых лет, информация дойдет до нас еще через 8,6 лет после момента прохождения микрозондов мимо Sirius. Суммируя оба временных интервала – время путешествия до Sirius и время передачи данных обратно на Землю – получим общую продолжительность миссии в 37,3 лет с момента запуска до момента получения научных данных о системе Sirius. Следует отметить, что все расчеты основаны на предположениях и теоретических возможностях технологий, и на практике могут возникнуть различные технические и космические проблемы, которые могут увеличить общее время миссии. Ну и главная проблема – достигнув звездной системы Sirius передать и принять сигнал оттуда. Проектирование микрозонда, способного отправлять сигналы из системы Sirius на Землю – это задача, требующая решения ряда сложных инженерных и научных проблем. Основным вызовом является обеспечение достаточной мощности сигнала на протяжении 8,6 световых лет, чтобы он мог быть обнаружен на Земле на фоне мощного излучения самой системы Sirius и других космических источников. Во-первых, для обеспечения длительной работы и достаточной энергии для передачи зонд должен быть оборудован радиоизотопными термоэлектрическими генераторами или очень эффективными солнечными панелями. Эти системы питания должны быть способны выдерживать сложные условия космического пространства в течение долгого времени. Антенна и передатчик микрозонда должны быть спроектированы таким образом, чтобы максимизировать направленность и усиление сигнала. Это поможет уменьшить потери мощности сигнала на таком большом расстоянии. Кроме того, зонд должен быть оснащен системами, минимизирующими помехи и шумы, что важно для сохранения целостности данных. Использование продвинутых методов модуляции и кодирования сигнала поможет защитить передаваемые данные от влияния космического шума и обеспечить их восстановление даже при очень слабом сигнале. Особенно это критично в условиях мощного фонового излучения системы Sirius, которая может легко заглушить слабые сигналы. В дополнение к точной направленной передаче, зонд потребует системы точного нацеливания, чтобы сигнал достиг только Земли. Защита от космического излучения также должна быть предусмотрена, чтобы предотвратить повреждения чувствительных электронных компонентов зонда микрометеоритами и космической радиацией. С учетом эффекта Доплера, который изменяет частоту сигналов из-за относительного движения источника и приемника, необходимо будет корректировать частоты сигналов для их успешного обнаружения и расшифровки на Земле. Размещение ретрансляторов или репитеров между Sirius и Землей может оказаться необходимым для усиления и ретрансляции сигнала, чтобы преодолеть потери в его интенсивности на столь огромном расстоянии. На Земле понадобится создание крупных приемных антенн и станций, способных детектировать чрезвычайно слабые сигналы, исходящие от зонда. Эти станции должны иметь высочайшую чувствительность и возможность фильтровать шумы и помехи, чтобы извлекать полезный сигнал из мощного космического фона. Такая миссия будет требовать не только передовых технологий, но и международного сотрудничества, а также значительных инвестиций. Это превышает возможности одиночных организаций и даже стран, подчеркивая необходимость глобального подхода к исследованию космоса. В целом, с учетом новых технологий, перспективы изучения Sirius'а выглядят весьма обнадеживающими, и в ближайшие годы мы можем ожидать множество новых открытий и уточнений в нашем понимании этой звездной системы и двойных звездных систем в целом. Sirius, как двойная звездная система, представляет собой уникальное поле для изучения высокоэнергетических процессов в экстремальных условиях. Белый карлик Sirius B, находящийся в этой системе, подвергается интенсивным гравитационным взаимодействиям, что приводит к различным высокоэнергетическим явлениям, таким как ксеноновые вспышки и термоядерные реакции. Изучение этих явлений помогает ученым лучше понять физику экстремальных состояний вещества и процессы, протекающие в недрах звезд. Современные методы наблюдения и анализа данных позволяют детально изучить Sirius. Спектроскопия, фотометрия, а также радио и x-лучевая астрономия используются для получения разнообразной информации о состоянии и процессах в системе. Использование алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения в обработке и анализе астрономических данных способствует выявлению новых закономерностей и уточнению существующих моделей и теорий. Sirius играет важную роль в астрономическом сообществе, служа объектом для тестирования и верификации астрофизических теорий и моделей. Его наблюдения помогают ученым в развитии методов астрометрии, спектроскопии и других методов астрономических исследований. Sirius также имеет культурное и историческое значение, будучи одной из самых ярких звезд на небе, известной человечеству с древних времен. Будущее исследований системы Sirius обещает быть полным открытий благодаря внедрению новых технологий и методик. Применение квантовых технологий, развитие космических миссий и улучшение земных телескопов позволят получить более точные и обширные данные о системе, что приведет к новым научным открытиям и улучшит наше понимание Вселенной. Sirius, блестящий своим ярким светом в небесном пространстве, неизменно привлекал внимание человечества на протяжении веков, оставив неизгладимый след в культуре и истории многих цивилизаций. В Древнем Египте Sirius олицетворял богиню Исиду, играя ключевую роль в аграрных циклах, связанных с разливом Нила. Греки увидели в нем спутника великого охотника Ориона и символ жарких летних дней. Sirius также манил своим светом полинезийских мореплавателей, становясь ярким ориентиром в их долгих морских путешествиях. В культуре Месопотамии этот космический светильник отмечал приближение Нового года и сопутствующие ему религиозные ритуалы. За океаном у индейцев Sirius также занимал особое место в культуре. Например, Лакота видели в нем предвестника зимы, в то время как Майя использовали его положение для составления своих календарей и астрономических прогнозов. В Китае Sirius получил свою роль в космологических представлениях и астрономических расчетах, играя важную роль в различных династиях. Знания племени Дагонов в Западной Африке о Сириусе и его карликовом спутнике до сих пор вызывают удивление и интерес ученых. Дагоны известны своими детализированными астрономическими знаниями, в частности о звезде Сириус. Они верят, что Сириус имеет компаньона, который невидим глазу, и что этот компаньон, Сириус-Б, имеет орбитальный период вокруг Сириуса-А около 50 лет. Эти знания удивительны, учитывая, что Сириус-Б был обнаружен современными астрономами только в XIX веке. Таким образом, Сириус, этот загадочный и величественный объект небесного пространства, на протяжении веков вдохновлял, направлял и формировал множество культур и традиций по всему миру. Вероятность палеоконтакта древних цивилизаций с пришельцами Сириуса – тема, которая часто обсуждается в контексте научной фантастики и псевдоархеологии. Для научного сообщества этот вопрос, как правило, не считается доказанным или поддерживаемым убедительными научными доказательствами. Тем не менее, есть культуры, такие как племя догонов в Африке, которые обладают удивительно точными знаниями о Сириусе и его спутнике, что порой приводит к спекуляциям о возможности древних контактов с внеземной цивилизацией. Однако большинство ученых склоняются к мнению, что такие знания могли быть переданы или интерпретированы с помощью натуральных астрономических наблюдений или культурного обмена. Что касается идеи о том, что пришельцы могли покинуть свою родную систему из-за космического катаклизма, связанного с красным гигантом Сириус-Б, то это, конечно, захватывающая гипотеза, но она не имеет под собой фактических научных оснований, и ее нельзя считать доказанной с точки зрения современной астрономии и археологии. В научных кругах придерживаются более консервативных взглядов, основанных на доказательствах и фактах. В завершении книги я бы хотел упомянуть ученого, который зародил во мне и во многих других глубокий интерес к астрофизике. Иосиф Шкловский, великий советский астрофизик и ученый, оставил неизгладимый след в астрофизике и космических исследованиях. Его книги, такие как «Вселенная, жизнь, разум», написанные с глубоким пониманием и любовью к науке, способны вызвать живой интерес к астрофизике в сердцах читателей. Читая его работы, я погружался в мир космических тайн, черных дыр, далеких галактик и необъятных звездных скоплений. Шкловский умело объяснял сложные концепции и идеи, делая их понятными и доступными для широкой аудитории, что позволяет читателям по-новому взглянуть на Вселенную и понять ее чудеса. Ощущение восторга и любопытства, которое возникает при чтении книг Шкловского, может стать отправной точкой для глубокого исследования астрофизики, вдохновляя на изучение новых звезд, галактик и других космических объектов. Шкловский учил нас видеть космос как место невероятной красоты, сложности и бесконечных возможностей для исследования и обнаружения. Давайте вместе продолжим эту замечательную традицию. О Вселенной необходимо говорить с читателями понятным языком и с неподдельным интересом. Вселенная того заслуживает. Конец книги. Текст читал Андрей Канаев. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова